Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Четыре сессии будет сегодня, 19 и потом 24 ноября, 1 декабря и 8 декабря. Продолжение следует... Огромное количество суперинтересных спикеров. В отличие от EDM 2020, у нас на дилерапе участвуют представители дилеров и производителей в большом количестве. Продолжение следует... Весь контент отсмотрен, все супер, так что я уверен, что вам будет интересно. При этом презентации сократили, не будет 40-минутных презентаций, все будет живо, стильно, модно, молодежно. Продолжение следует... Продолжение следует... В 12.00 сегодня закроется запись сегодняшнего эфира. И дальше, что с ней будет, будет зависеть от нашего сжения и настроения. И Роман еще к нам подключится в обсуждение. У нас тут на троих будет ночное обсуждение. Значит, не забываем подписываться на канал Автомаркетолог. Не забываем ставить лайки нашим видео. Кстати, надеюсь, вы посмотрели обратный разговор первых. И очень рассчитываю, что вам было интересно. Ближайшие разговоры первых, кстати, будут тоже очень классные. Ну, а сегодня дилерап. Колокольчик нажимайте еще, чтобы не пропустить наше видео. Кстати, эксперимент в ближайшее время выходит тоже очень интересный. Итак, дилерап. Сегодня несколько спикеров. И начинаем сразу с классного вообще иступления. Спасибо BMW Rusland за то, что они согласились на этот эксперимент. Сегодня у нас в эфире будет Руслан Шеребжанов и Филипп Асачи. Руслан, Филипп, приветствую. Всем привет. Привет, дорогие коллеги. Так, значит, у вас тема вообще такая каверзная. Трансформация маркетинга дилера, которая не произошла. То есть я так понимаю, что будет сейчас весело. Мы очень надеемся, что будет весело. И на самом деле, наверное, презентацию нам все-таки стоило назвать трансформация маркетинга в автоиндустрии, которая в целом не произошла. Но так как конференция называется дилерап, да, все идут только вверх, вперед. Это, кстати, в целом очень хорошо совпадает с ДНК бренда BMW, да, потому что наше внутреннее мотто – это быть впереди, да. То есть мы сегодня с вами очень надеемся, что у нас получится оказаться немного впереди того, что происходит с классическим маркетингом в автоиндустрии. Поэтому действительно очень надеемся, что вам будет с нами хорошо, весело, да. Мы немножко нарушаем социальную дистанцию, но иногда нужно, да, всем собраться ближе, чтобы мы… Но вы же тесты сдали. …что-то хорошее произошло в ревах. Надеемся, что вам понравится контент, который мы для вас приготовили. Тогда, собственно, передаю вам слово. Я исчезаю из эфира на 15 минут. Коллеги, вам слово. Отлично, Олег, спасибо большое. Ну что, давайте представимся еще раз. Кто нас не знает, кто нас смотрит? Руслан Шериджанов, Филипп Астачий. Мы из компании BMW Group Russia, но, в частности, некоторое мнение сегодня, которое мы будем озвучивать, да, оно не только связано с тем, куда движется компания BMW, но в целом, куда нам бы, наверное, как клиентам очень хотелось бы, чтобы двигался маркетинг в автоиндустрии в целом, потому что мы с вами заслуживаем лучший клиентский опыт на рынке, да. Мы с вами, покупая автомобили, являющиеся дорогостоящими товарами, заслуживаем, чтобы к нам относились хорошо. Кстати, напишите в чате, да, кто сделал предзаказ на Sony PlayStation и к кому уже не относятся очень хорошо, прям с первой минуты. Руслан, скажи про этот опыт. Да, расходились с не очень приятным клиентским опытом. Первый день предзаказа была заказана PlayStation 5 в двух местах, на всякий случай, и оба места, в которых была заказана данная приставка, сообщили вчера, что, к сожалению, товара нет на складе, когда приедет неизвестно. Эта история повсеместная. Сегодня также в офисе узнали, что еще у нескольких коллег такая же ситуация. Но с клиентом не ведется, да, прям какой-то точных сроков. То есть непонятно, что в итоге клиент ожидает. В автоиндустрии, когда мы покупаем такие дорогостоящие товары, хочется, чтобы вы были один на один с клиентом, ввели с ним прямой диалог. Да, и давайте уже, наверное, тогда перейдем к самому контенту презентации. Начнем с того, почему вообще заглавный слайд, да, он имеет Уолтера Уайта, да, с сериала Breaking Bad, или Во все тяжкие, да, как мы видим, в течение всего сериала, кто не смотрел, расскажем, трансформация обычного учителя химии произошла до продавца наркотиков, самого большого, наверное, в Америке на тот момент. Это такая, конечно, комичная история. Вот, что важно. Трансформация маркетинга, да, она, надеемся, что тоже в целом могут быть такие скачки глобальные, да, в авто, как вот от учителей химии до крутых вещей. Очень надеемся, что контент презентаций отчасти знаком дилерам BMW, потому что мы все-таки с Русланом стараемся быть с ними в тесном контакте. Знаете, зато дизайн у нас сегодня новая презентация, поэтому все, кто знает, что в ней будет, по крайней мере, сможет насладиться заготовочками и красивыми картинками. Ну что, поехали. Сейчас поедем. Как выглядел маркетинг раньше не только в автоиндустрии, в целом везде, да, что вообще объединяет все эти изображения на слайде, да. На самом деле везде происходит прямая-прямая коммуникация продукта, да, конечно, где-то с какими-то более креативными слоганами и заходами, как можно сказать, скажем так, с расчетом на целевую аудиторию. Где-то это просто, скажем так, мероприятие, в котором нет никакого такого, скажем так, прогрессивного опыта, но есть прямая-прямая коммуникация продукта. Ну и все помнят, конечно, первые классифайды, да, помнят, наверное, все читали журналы, где продавали автомобили с пробегом, дилеры обещали автомобили новые, и везде была достаточно-достаточно навязчивая коммуникация того, что вы можете приобрести, но никто никогда не говорил про сервис, благодаря которому вы можете это приобрести, а более того, про то, с чем вы можете столкнуться в процессе покупки. Мы на уровне представительства бренда, да, наверное, одного из самых, как нам хочется видеть, думать и считать на рынке, самых прогрессивных, да, нам все-таки хочется не только продавать автомобили, да, но и делать так, чтобы нашим дорогим клиентам было комфортно и удобно приобретать автомобили BMW. Посмотрите, мы первый раз в 2020 году, да, в году, когда все компании стали говорить про Customer Centricity, да, где-то есть еще такой термин, как Customer Obsession, это уже по-русски, обсession, по-русски это как слово, да. Сходить с ума. Да, все сходят с ума по клиентам, да, мы все-таки у нас Customer Centricity, пока еще не обсession, мы с ума не сходим, но даем, даем лучший продукт. Посмотрите, все знают про то, что в маркетинге очень важно в первые минуты завоевать внимание клиента в интернете, да, и поэтому, как правило, все коммуницируют свои услуги, свои продукты сразу в первые-первыхые секунды, баннерной рекламы. Мы пошли по другому пути в этом году и запустили инновационную кампанию «Покупка онлайн эмоции реальные». И, как вы видите, коммуникация непосредственно автомобиля происходит в самый-самый последний момент, а 90% того, что происходит на самом рекламном баннере, 90% времени мы как бренд, как представительство рассказываем клиентам о том, как именно этот автомобиль можно приобрести, о правильном опыте покупки, который мы из лучшей практики оффлайна стараемся переместить в онлайн, ну и, соответственно, лучшие практики онлайна также будем перемещать в оффлайн в этом уже и следующем году. Но это то, о чем говорит представительство. И если вы не работаете в бренде BMW, а являетесь представителем другого бренда, то, конечно, нам бы хотелось верить о том, что все говорят в целом о чем-то похожем, потому что в итоге будет решать не тот продукт, не только тот продукт, который вы продаете. В итоге за внимание клиента выиграет тот, кто будет создавать лучший и правильный путь пользователя во время его покупки перед тем, как он завладеет автомобилем. Соответственно, это было то, о чем говорим мы как представительство, а вот то, о чем говорят наши дорогие дилеры. Не только наши, здесь вы можете видеть и другие примеры. Больше роскошных условий при покупке, то есть больше коммуникаций, никаких-то скидок. Кстати, кто не знал, в премиум-сегменте нельзя говорить слово «скидка», и даже нельзя говорить слово «выгода». Руслан, какое у нас, кроме роскошного условия, синоним номер один какой? P, по преимуществу, да. P значит преимущество, поэтому мы, конечно, очень надеемся на то, что когда вы приходите в дилерские центры к нам в онлайн и в офлайн, вы получаете все преимущества, которые вы хотите. Но, конечно, нельзя говорить только о том, что вы продаете продукт со скидками, потому что это обесценивает ваш бренд. Если посмотреть на долгую перспективу, это, наверное, не очень правильная стратегия, как мы считаем. Соответственно, это мы посмотрели на то, как завоевать внимание клиента, а теперь мы посмотрим, куда мы клиента приземляем. Как правило, за какой-то потрясающей рекламной кампанией всегда стоит не самое лучшее IT-решение. Нам в BMW хочется верить. Кстати, кто нас смотрит и кто осмотрел исследования автоиндустрии от Александра Усольцева в этом году и компании, BMW является лидером по цифровизации того, что можно сделать с клиентским опытом в интернете. Конечно, наверное, нам очень приятно, но, как мы видим, есть очень-очень много точек роста, которые мы можем реализовать уже в следующем году, да и в целом уже работаем над их реализацией. BMW старается создавать лучший клиентский опыт. На наших сайтах возможно выбрать не только собрать автомобиль в конфигураторе, но есть все сервисы, с которыми вы можете столкнуться в офлайне. Есть трейды на оценке, есть кредитный калькулятор. Благодаря коллегам и совместной работе с коллегами из BMW банка у нас есть также онлайн-заявка и одобрение кредита. Да, есть онлайн-чат, есть автомобили в дополненной реальности, и мы стараемся работать с нашими партнерами не только с точки зрения того, как мы это реализуем на сайте представительства, потому что, как мы знаем, на рынке есть и такие стратегии, когда представительство развивает только свою экосистему. Мы все-таки предпочитаем работать вместе с нашими дилерами, поэтому опыт на дилерских сайтах, наверное, в целом, можно сказать, что даже превосходит тот опыт, с которым клиент может столкнуться на сайте представительства, потому что вместе с нашим партнером компании Codex Automotive мы полностью отвечаем за разработку, которая происходит в случае с сайтом представительства. Там, конечно, есть нюансы, связанные с тем, что платформа централизована и идет напрямую из штаб-квартиры. Но инструменты, с которыми вы можете столкнуться в онлайне, и правильный сервис доступен не только клиентам BMW, и, конечно, мы это понимаем. Есть очень много сильных игроков рынка, которые также на уровне представительства, да и в целом есть отличнейшие индивидуальные дилерские примеры, работают над созданием правильного пути, правильного сервиса. Просто посмотрите то, что происходит у Renault, Jaguar, Volkswagen, Hyundai, Kia. Все ребята очень сильно стараются. На наших прямых конкурентов премиуме тоже, посмотрите, они тоже все очень вместе с нами растут. Нам хочется верить, что мы все-таки задаем темпы роста премиума, будем стараться бежать еще быстрее. Но посмотрите, во всех сегментах клиент может столкнуться с правильным пользовательским опытом на уровне представительства и иногда дилера. И это картинка, которую мы, к сожалению, показываем с вам, с Русланом сегодня на слайде. Теперь давайте посмотрим на то, с чем сталкивается реальный клиент даже такого бренда, как BMW, в действительности, когда хочет приобрести автомобиль в онлайне. И куда он попадает после клика на рекламное сообщение. Руслан, помоги, пожалуйста. Сколько здесь вообще разных call-to-action ты видишь на этом слайде, и сколько действий, различных действий клиент может совершить? Ну да, если считать по названию кнопок или call-to-action, ну, тут, наверное, порядка восьми раз призывов к действию, ну, а выход один. Да, то есть у клиента есть выбор среди восьми разных сетей, и он, неважно на что нажимает, он увидит поп-ап, где нужно просто оставить свой номер телефона. И куда бы вы ни нажали, даже в свободную зону на сайте, как правило, поднимется поп-ап с сообщением о том, что мы вам перезвоним. Это обесценивает всю нашу с вами предыдущую работу, которую вы видели на предыдущих слайдах. Мы очень надеемся, что вместе с вами, да, во всем автобизнесе мы сможем это поменять, потому что это не тот сервис, с которым должен сталкиваться клиент, который покупает продукт, который стоит более полумиллиона рублей, да, поэтому весь этот опыт, скажем так, был, давайте у вас, наверное, в головах сейчас надеемся, что проиграла известная музыка из одного очень известного в интернете мема, да. Это, к сожалению, реальность, которую мы с вами создаем. Но почему так происходит? Давайте, да, углубимся в причины. Как мы видим, да, где же клиентский сервис, о котором мы так все говорим, все бренды об этом говорят, не только автоиндустрия, да. Где же персонализация, все-таки человек выбирает, что-то хочет нажать, что-то видит персонализированное, но все одно и то же для всех. И где же возможность выбора? Она вроде бы есть, но на самом деле ее нет. А мы в БМВ верим. Силу выбора. Силу выбора, да, с силу выбора. Соответственно, давайте поговорим о причинах, да, почему же так происходит. Мы верим, что первая причина – это не то, что коллеги, ответственные за маркетинг, не понимают, да, как нужно работать, потому что все люди современные, все видят, что происходит в других индустриях, все сами пользуются сервисами в других отраслях и понимают, как в целом, куда мир движется. Мы видим первую причину в том, что структура отдела продаж не адаптировалась под современные реальности. Мы расскажем чуть позднее, что именно не поменялось. Каналы коммуникации, соответственно, не адаптировались из-за того, что структура отдела продаж никак не изменилась. И, конечно, причины есть, кроется и в мышлении, да. Мышление отдела продаж не изменилось. Оно осталось, наверное, вот как было лет 10 назад, да. Взять трубку, ответить и все, на этом конец. И позвать в салон, к сожалению. Но давайте теперь о хорошем, о позитиве. Перечислили все причины, да, по нашему мнению важные, повлиявшие на то, куда мы пришли. Соответственно, уже все, дальше некуда идти, соответственно, время меняться. И если не сейчас, то когда же это произойдет? Сейчас лучшее время меняться, да. Как шутка была, может, не очень веселая, а грустная. Кто же повлиял на развитие и на цифровизацию бизнеса, да. Не генеральный директор, не технический директор, а коронавирус. Соответственно, все мы живем в одной реальности. Ожидания клиента изменились. Инструменты, как сказал Филипп, у всех дилеров есть. Есть или инструменты доступны на рынке по доступным ценам, и, соответственно, любая компания может ими воспользоваться. И, конечно же, если вы все это совмещаете, да, у вас появляется конкурентное преимущество. Вот тут есть такая цифра плюс 50%. Что она означает? В период, когда были закрыты все дилерские центры, да, тем не менее, каким-то образом дилеры пытались выжить, доставляли автомобили домой, доставляли, не знаю, автомобили на парковку, и, соответственно, там клиента забирали бесконтактно. Вот так вот наш бренд увеличил отрыв от ближайшего конкурента в период закрытия салонов, да, на 50%. То есть в среднем по году у нас отрыв там 10-20% по месяцу, да, вот в эти два закрытых месяца у нас был отрыв 50%. Соответственно, мы верим, что, да, наш, то есть сеть была подготовлена максимально хорошо практически во всех городах, и наши клиенты могли получать новые автомобили, которые были либо куплены онлайн, либо заказаны до карантина. Позитивный клиентский опыт решает, и сейчас мы расскажем на примере Теслы. Есть такое исследование, называется JD, оно исследует количество поломок на тысячу автомобилей, точнее на 100 тысяч автомобилей. Так средний показатель поломок на 100 тысяч автомобилей у Теслы превышает в два раза средний по индустрии, в два раза. Но Тесле это никак не мешает иметь самый высокий NPS, да, показатель рекомендаций своим там друзьям, коллегам, родственникам в мире. То есть ни у одной компании в мире нет такого высокого NPS. 96, да, максимум 100. О чем это говорит? О том, что клиенты готовы закрывать глаза на технические, да, погрешности, на, не знаю, на стоимость, наверное, на что-то еще. Хорошо, но они ценят, да, качество клиентского опыта, трату времени на покупку автомобиля или любого другого продукта и сервисы, предоставляемые дилерам или брендам, неважно. Ну и в конце мы уже поговорили, что было сделано не так, что можно было изменить. И вот у нас есть, да, 6 мер по улучшению клиентского опыта, которые мы можем предложить, и каждый может уже сегодня, да, их применить. Давайте, Липп, расскажем о них. Ну, во-первых, да, что хотелось бы сделать? Отказаться от устаревших посадочных страниц, куда никуда бы вы не нажали, да, происходит только обратный звонок. Как правило, как мы можем заметить, потому что происходит по дилерам BMW, иногда это связано с тем, что не все умеют правильно считать, да, аналитику, не все умеют правильно считать, аналитику тут личное слово, не все умеют правильно считать, да, потому что, конечно, благодаря справовым сервисам вроде обратного звонка, очень удобно посмотреть реальную конверсию канала в контракт и выданный в итоге автомобиль клиенту. Но современные провайдеры по колбек-сервисам, такие как CallTouch, да, такие как CallKeeper, которые развивают свой обратный звонок, позволяют уже к новым цифровым решениям, к новым витринам цеплять функционал, который позволяет складывать все в личный кабинет этой системы, да, и правильно в итоге по итогам месяца сделать срез, да, сколько автомобилей, какой канал в итоге привел, да, Руслан, продолжай. Второй шаг, да, настроить полную корректную передачу данных из форм. Сейчас, неважно, вот если на посадочной странице вы оставите там имя или там фамилию, или выберите какой-то определенный автомобиль и оставите заявку, вам позвонит оператор CallCentra или, да, рецепционист из дилерско-центра и зададут все те же самые вопросы, на которые вы уже ответили. И, соответственно, понятное дело, доберенность клиента после таких вопросов явно не вырастет, а только станет хуже. Соответственно, мы рекомендуем закрыть этот момент и готовиться к звонку, да, изучив хотя бы заявку, что клиент хотел. Ну, а когда вы к звонку готовитесь, да, потому что действительно, если вы так долго к нему готовитесь, так много их получаете, то нужно связываться с клиентом оперативно, на уровне представительства очень важно также контролировать процесс, да, времени обработки лида дилерской сетью. На самом деле мы понимаем, что эти показатели очень разные, да, это может быть где-то, даже в каких-то странах, до 48 часов, да, может быть, вообще вам не перезвонят, но это неприемлемо, да, установите себе как маркетолог или как репутент для дел-продаж, установите себе время, да, источник API, с которым вы хотите работать. Конечно, в реальном цифровом пространстве, ну, посмотрите, оставьте заявки на каких-нибудь сайтах, да, крупнейших маркетплейсах в России, посмотрите, как быстро с вами свяжутся, да, неприменимы к автоиндустрии. Если у вас не так, и вы можете создать лучший опыт, нужно стараться его создавать. Ну, а как создать его, да, ведущие дилерские центры выделяют сейчас специальных продавцов, да, консультантов, которые занимаются только обработкой заявок, да, это не операторы, это не рецепционисты, это настоящие продавцы, которые занимаются только онлайн-заявками. Они не выдают автомобили, но закрывают ту часть сделки, которая происходит до визитов в дилерский центр, да, потому что часть клиентов, как мы видим, там, из исследований автостата и по нашему опыту, что наши клиенты и в целом российские клиенты, да, в отличие от европейских и американских, готовы покупать автомобили онлайн и закрывать большую часть вопросов, не посещая дилерский центр, потому что, как мы знаем, да, приходишь в дилерский центр покупать автомобиль, тратишь, не знаю, там, 4-5 часов, а по факту проводишь с человеком, с продавцом максимум 20-30 минут, и вот 3,5 часа ты чем-то занимаешься, понятно. Давайте дальше перейдем к колл-трекинг и сквозной аналитику. Мы уже рассказали, что необходимо, конечно, уже 2020 год вершается, и 2021 надо уже встречать с колл-трекингом и сквозной аналитикой, и, да, это позволит дилеру, как в целом представительству, понять, какие каналы эффективны, какие нет, ну и также позволит понять, насколько эффективно отрабатывают отдел продаж заявки, полученные из каналов, привлеченных маркетологом. Следующий пункт – это соответствие, да, и персонализация контента в зависимости от запроса клиента. Проведите анализ ваших рекламных кампаний в RSI или в Google Display Network, где угодно, просто посмотрите, что по контексту происходит. Ночь продаж BMW такой-то серии или там, ночь продаж автомобиля такого-то бренда такой-то серии. Первый клик, первый баннер, автомобиль, ну, конечно, в лучшем случае того бренда, это все-таки происходит, но близко нельзя найти, да, то, на что клиент в итоге нажимал. То есть вы под поисковый запрос рекламное сообщение адаптируете, но не адаптируете страницу, на которую приземляете клиента. При всем при этом потом почему-то удивляетесь, что в итоге клиенты не звонят, клиенты с страницы уходят, да они просто не нашли то, зачем они туда пришли. Слава, расскажи, пожалуйста, про сервисы, да, как дилер может все-таки просто подогнать контент под запрос? Да, есть несколько сервисов, есть совершенно бесплатные, такие как GTM, то есть у каждого дилера есть, да, контекстное агентство или команда, которая занимается трафиком внутри дилерского центра, да, соответственно, эти люди точно умеют пользоваться GTM и помогут вам настроить персонализацию, если вы этого хотите. Ну и также есть подрядчики, которые будут прям как в виде конструктора, позволяют вам персонализировать, да, сайты, такие как, например, Калибри, ну и еще ряд других. Ну и разговаривая о Калибри, которые, да, кроме того, что могут персонализировать контент на сайте, а также являются одним из самых крупных счет-провайдеров в стране, да, общайтесь с вашими клиентами там, где они общаются с вами, да. Если вам пишут в вашем отделу продаж в WhatsApp или в Instagram, Instagram – это классика, да, Instagram – это уже реальность, да. Если вам пишут в Директ в Инстаграме, продавайте там. Если вам пишут в Telegram, и вы коммуницируете, что есть в Telegram, продавайте там. Будьте с клиентом там, где ему удобно. Не старайтесь ввести его только на сайт, да, и общаться с ним в чате. Не старайтесь ввести ему в WhatsApp или только-только там, да. Да, просто куда запрос пришел, там он должен в итоге, конверсия в продажу должна произойти. Да, ну и главное – это не только технология, да, но и как ей пользоваться. Многие дилеры побежали в онлайн-чаты, поставили на свои сайты, но никакого ответа клиент там получить не может, к сожалению. Поэтому перед тем, как что-то внедрять, да, надо процессы на своей стороне, конечно же, настроить и выделить ответственность сотрудников, которые за это будут отвечать. И, конечно же, если вы добавляете дополнительный канал коммуникации, то он должен вести только пользу. Мы очень надеемся, что на этом слайде многие не узнают свой отдел продаж, но кто-то, наверное, точно узнает, да, когда, как на Диком Западе, самые быстрые руки сидят над телефонами, да, и вот я просто наблюдал в некоторых дилерских центрах такую картину, к сожалению, даже в этом году, что сидят люди и ждут звонка, да. На самом деле это тоже надо менять, и вот наши планы как представительство бренда, да, и надеемся, что ваши планы тоже, да, в 2021 году, пожалуйста, давайте все вместе в автоиндустрии перестанем думать о клиенте только как о звонке, да, только когда мы с вами сможем отделаться от этой мысли о том, что нужно, как маркетологу, там, чтобы продать 500 автомобилей, нужно на них 5000 звонков, и все, да, и для этого мы создаем самые лучшие посадочные страницы на свете, только если мы сможем перестать думать о звонках как единственным качеством KPI, только тогда мы сможем создать правильный клиентский сервис в автоиндустрии, и очень надеемся, что вы вместе с нами пойдете этой дороге. Ну, в этом, наверное, и все, да, это была наша презентация с удовольствием онлайн, это, наверное, слоган BMW 2020 года, да, потому что, как вы можете знать, позиционный слоган нашего бренда, конечно, это с удовольствием за рулем. Мы очень надеемся, что благодаря онлайну наши клиенты будут получать удовольствие за рулем, да, вот, а так вы можете познакомиться не только с брендом, но и нам, с нами, с Русланом. Олег, спасибо. Да, 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 Руслан, Филипп, спасибо огромное. К сожалению, в самом конце вашей шикарной презентации произошел сбой у провайдера. Сейчас, я надеюсь, там все восстанавливают срочно, потому что это не они. Пробите нас, когда все пишут. С одним из добрых сервисов, которые предоставляют бренд BMW, вы можете о котором нас также и на этом славе. Да, здесь это нереальная фотография, которую сделал Руслан, да, что это такое, Поведай? Да, это скриншот экрана, соответственно, мы, как Лип сказал, первый бренд в России предложил весь модельный ряд в дополненной реальности, да, не имея никакого приложения, просто через нативный браузер можно посетить, соответственно, этот инструмент, им воспользоваться. Так же они заработали? На память сделать, например, скриншот, посмотреть, как автомобиль выглядит в действительности, в реальном размере. Можно его покрутить, посмотреть в салоне, что... На красном рыбается. И отправить, соответственно, фото друзьям. Нас кто-нибудь слышит? Да, я вас точно слышу, потому что у меня с вами связь специальная. Ребята, я вас точно слышу, привет. О, Кира подключился. Кир, привет. Хорошо выступление, слушай, прям очень понравилось. Надеюсь, сейчас ребята включат звук Олегу и мы его начнем. Ну, сейчас срочно там провайдер решает, потому что... Спасибо, разумеется, мы говорим, в целом, если мы выступили... Все, все, смотрите, провайдер... Слушайте, друзья, смотрите, провайдер написал, что он все восстановил. Я хочу, пожалуйста, перестать мыслить. Я прям вот разделяю эту мысль и думаю о том, что действительно надо просить и чаты, и другие каналы коммуникации, мыслить разносторонними разными. Как-то омниканальная коммуникация, да, как-то вот так вот... Да, 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 просто нас поражает, да, что до сих пор люди мыслят звонками и не считают, например, сделки, которые закрыты онлайн без звонка. Да, то есть с KPI, то есть они могут, ну, продажи могут быть выполнены, план по продаже, но по звонкам нет. Да, и у нас там, да. Так, коллеги, я прижму ваш... Маши истории с чатами нам не очень нравится, и есть шикарная Куба Гоума, которая занимается этой темой, развивает эту историю. Но у меня, честно говоря, есть какой-то... Олег появился. Так, ребят, я с вами, Кир, я тебе прерву твой диалог. Я молчу. Смотри, у тебя сейчас будет возможность выступить, ты у нас как раз следующий. Спасибо большое за презентацию, там, к сожалению, в конце вот у нас произошел сбой не на нашей стороне, а на стороне провайдера. Вот, вроде все восстановили. Я вижу тут комментарии, в том числе от моего любимого камня, что на самом интересном все исчезло. Не переживайте, запись будет сразу после эфира доступна, так что сможете досмотреть. Здесь был вопрос к вам, значит, сейчас, 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 сейчас. У какого процента дилеров BMW настроена эта система? А какая именно система? Вот это хороший вопрос. Про новые сайты, да, про автор в наличии, про кредит-калькуляторы, про, ну да, 100% покрытие, да, то есть мы, наверное, единственный бренд, который реально пользуется этими инструментами во всем, в каждом городе, где представлены бренды. Информация обновляется там, где же это, частное. Вот. Так, ну что, прекрасно. Еще раз спасибо вам огромное. Что? А, коллеги, я же напоминаю, что у нас для тех, кто задает самый интересный вопрос или самый смешной комментарий пишет, бутылка вина от меня. Да, плюс у нас подключился еще, короче, дилер вместе с Авито со своим проектом по публикации книг американских авторов на русском языке. И они тоже будут вручать со своей стороны за самый интересный комментарий, то есть не просто раскритиковали, а раскритиковали, но предложили что-то взамен. Подробные условия акции озвучены Александром Мусольцевым и сейчас будут выложены у нас в социальных сетях, поэтому смотрите параллельно, участвуйте, в общем, можете книгу и вино. Прекрасное сочетание. Читаете книгу, попиваете вино, что еще нужно. Вот. Ну, а следующий у нас Кирилл Арин. Кир, привет еще раз. Привет, привет, Олег. Привет. Ты у нас сегодня про e-commerce? Я сегодня про e-commerce. Ну, я надеюсь, ты сейчас как-то жирее станешь, а то ты прям так с таким этим сожалением. Я про e-commerce. Я могу тебе сказать, почему я с сожалением, потому что, значит, правило хорошего выступления заключается в том, что ведущий должен обязательно сказать, ну, выступающий должен обязательно что-то сказать про Усольцева, я не знаю, там еще какие-то вещи. Парни уже сказали, упомянули исследование, которое делалось, а я об этом хотел как-то подробно поговорить, дать какую-то свою обратную связь. Ну, справедливости, радиус, исследование делалось не только Саша, а целая группа товарищей. И презентовалась она у нас как раз на канале. Ну, так что, ты готов? Я готов, мне только нужно, чтобы ребята мне дали возможность расшарить презентацию. Сейчас тебе дадут возможность расшарить, а пока тебе дают возможность расшарить презентацию. Я напоминаю, что все это бесплатно происходит благодаря тому, что у нас есть партнеры. Это три классифайда. Видите, мы как любим собирать в одном месте все три классифайда. Это Автору, Авито и Дром. Плюс компания SmartPoint присоединилась к этой замечательной троице. Так что им большое спасибо, что они поддерживают наш проект. Надеюсь, что и дальше так все будет продолжаться. Хорошая компания. Ну все, Кирилл, тебе слово. Да. Скажи, ты видишь мой экран или у тебя перед тобой только камера? Передо мной камера и я с задержкой вижу на YouTube то, что происходит уже на YouTube. Окей. Тогда всем здравствуйте, всем добрый день. Меня зовут Кирилл Варин. Я хочу немножко поговорить про e-commerce. И хочу вот такую, с одной стороны она будет теоретическая презентация, с другой стороны какое-то свое видение относительно вот того, о чем раньше обсуждалось, говорилось, в том числе у автомаркетолога. И еще в апреле мы об этом говорили. Недавно у нас была заочная дискуссия, точнее очная дискуссия с Олегом. И мы обсуждали, может быть, e-commerce в автобизнесе или не может. Я вот как-то размышлял по этому поводу и решил собрать несколько таких важных тезисов для себя и им поделиться. Первая история, я хотел понять, что такое e-commerce в принципе. Там, значит, Денис Мегалис, фреш авто, говорит о том, что есть дистанционные каналы обслуживания, обработки и так далее. Я вот подумал о том, что для меня, например, e-commerce это ламода или уайлдберрис. И там и там я заказываю какой-то товар, но у меня есть возможность, например, в случае с ламодой выбрать 5 пар или 5 размеров для того, чтобы померить, что из этого подошло, что не подошло. Там уайлдберрис, это тоже e-commerce, но я могу приехать к ним в пункт доставки, не ко мне курьер приезжает, а я приезжаю в пункт доставки, у меня что-то делал. Или там утконос, это тоже для меня e-commerce. И я вот на все это посмотрю, понимаю, что, в общем-то, e-commerce, по большому счету, это история скорее про две вещи. Первая – это цифровые инструменты, с которыми ты взаимодействуешь с твоими клиентами на сайте. А вторая история – это как, на самом деле, некоторая конвергенция онлайна, онлайн-то-оффлайн. Вот это вот то, что я вижу, потому что, повторюсь, и Ламода, и Уайлдбери, Сазон, Вкусвилл, Утконос, Перекресток, кто угодно – это реальный e-commerce. Но они работают через какую-то понятную оффлайновую розницу. И я начал вот как-то там для себя формулировать идею, что такое must-have. Вот я прихожу к дилеру, говорю, чувак, тебе нужен e-commerce, что такое e-commerce? Я подумал о том, что первое, что такое e-commerce – это должны быть какие-то товары в наличии. Вот что я конкретно покупаю, характеристики этого товара, параметры этого товара, вот что меня должно интересовать, это то, что я должен найти. Вторая история – это я должен получить возможность забронировать этот товар, то есть сказать, вот конкретно эту вещь, конкретно этот автомобиль я хочу купить. Третья история – оплата. Ну вот что интересно о том, что оплата-то может быть и при получении, я, например, когда заказываю те или иные вещи там в магазине, я стараюсь предпочитать оплатить при получении, когда я уже вижу товар, я его потрогал руками, я точно уверен в том, что все окей. И здесь, в общем-то, есть еще два варианта, хотите наличной, хотите карточкой, и это используют все, вот сегодня я кое-что заказывал себе в Apple, и мне тоже предложили, в общем, три варианта оплаты. Четвертое – это логистика, это история, как я хочу забрать этот товар, и здесь опять же интересная история, что может быть много разных выборов, но, например, я хочу забрать автомобиль в дилерском центре, и это тоже способ доставки товара, как я хочу получить этот товар. Ну и, очевидно, это наша тема, это наша специализация, это все, что связано с электронным взаимодействием и способом потребления, покупки таких вещей, как кредит, страховка, ОСАГО, КАСКО, там какие-то продленные гарантии и так далее. Вот это вот все, что мы должны как-то упаковать и дать человеку на сайте, чтобы он мог спокойно это все приобретать, с этим взаимодействовать, не, в общем-то, взаимодействуя с человеком. Отдельно я сейчас такой скажу, как бы степбэк к выступлению ребят с БМВ, они сказали, что у них на сайте есть от БМВ банка онлайн одобрение, оно действительно есть, оно действительно, ну, там, сори, ребят, я поставлю за него три с плюсом, ну, прям твердый три с плюсом. Почему? Потому что, ну, для того, чтобы получить, подать заявку, я должен пройти обязательно на авторизацию через госуслуги. По мне, так честно говоря, ну, прям, use case сильно неудачно. Я понимаю, почему это сделано и здорово вообще в целом, что это сделано. Но, тем не менее, вот есть такой большой барьер, который не позволяет сделать. Что делают, что делает F&I, что делает кредитно-страховые решения для E-кома, да? Первая история, конечно, это рассчитать кредит. И здесь удивительная история, но производители запустили рассчитать кредит, кредитные калькуляторы еще, извините, почти 10 лет назад на сайте у передовых производителей вся эта история была. Второе, это то, что появилось недавно, это онлайн-одобрение кредита. Это действительно бодро летящая штука. Я сейчас читаю статьи, посвященные локдауну в Великобритании. Так там ребята, которые на этом специализируются, Венди, Мотанова, они пишут плюс 30 процентов, плюс 40 процентов. В общем, какая-то бомбическая история. Третья тема, это рассчитать ОСАГО и КАСКО, потому что это не сателлиты товара, которые имеют высокий уровень проникновения в продажу, они must-have для этой всей истории. Ну и дальше, конечно, E-ком, F&I для E-кома решает проблему, это, собственно говоря, запуска сделки. Вот это вот очень важный момент. Подать документы в банк, подписать кредит, там при выдаче, вот это вот все вещи, которые решаются и которые должны быть. Ценность. Ценность, которую дает кредитно-страховые решения для E-кома. Они очень простые, на самом деле. Вообще, весь E-ком – это история про 24 на 7. Это мне очень нравится штука, потому что я не должен думать по поводу того, как кто работает, кто когда отдыхает, у кого какой перерыв на обед, еще что-то. Это первое. Второе – это, конечно, супербыстрые какие-то технологии. Это то, что, ну, действительно, я могу заполнить анкету на кредит. Зайдите на сайт MVideo или там Eldorado. Ну, MVideo, вот я регулярно это тестирую, делаю. Там шикарная быстрая анкета. Очень быстро, динамично, никаких сканов документов. Ну, отдельно надо сказать, что у многих автопроизводителей тоже нет никаких сканов документов. Ни у Hyundai, ни у Mazda, ни у Chery, ни у Mitsubishi, ни у Suzuki, ни у кого нету ничего. Действительно, это очень-очень быстрый инструмент. Дальше история – это про то, что включены каско ОСАГО в тело кредит. Это, на самом деле, классная штука, потому что, конечно, каско ОСАГО – это вещи, которые надо упаковывать внутрь кредита, внутрь этого решения. И тогда человек получает бесшовный процесс без необходимости по 25 миллионов раз всю эту историю заново заполнять и так далее. Ну, и, конечно, это вопрос скорости. Это очень быстро, там молниеносное решение. Мы сейчас смотрим скорость одобрения некоторых банков достигает космических 90% заявок, рассматриваются за 5 минут при уровне одобрения в 30%. Это шикарная скорость. Ну, и, конечно, это доходность, которая есть. Теперь я хотел перейти немножко, я надеюсь, Олег меня не отругает за рекламу, но, как есть, я подумал, вот хорошо, я рассказываю про космические корабли, которые бороздят просторы Большого театра. А вот что делать дилеру в Стерлитамаке, как он может запустить историю с E-комом? Да, я подумал о том, что нужно какую-то дать полезную какую-то историю, как это сделать, потому что где я, где там товар витрины и прочее, прочее. Я подумал о том, что, в общем, для того, чтобы запустить E-ком дилеру, нужно, на самом деле, сделать три простые вещи. Первое. Есть две компании, которые специализируются, ну, и три компании, которые специализируются на решениях витрины и бронирования. Я считаю, что две из них прям делают the best of the best эти решения. Дальше есть очень простая тема. Не придумать никакие экваринги, не прикручивать Сбербанк Российской Федерации там куда-то к сайту, а просто сказать о том, что забронирую автомобиль, оплата автомобиля у меня в кассе, вперед, и там же есть доставка. Ну, с кредитом, страхованием все понятно, тут уже сори. И вот главный момент, и здесь отдельно я хочу сказать, что не сговариваясь, у нас одинаковый, в общем-то, подход с ребятами Филиппом, ребятами из BMW, это по поводу истории с отделом продаж. И это действительно, на мой взгляд, самая-самая большая проблема, которую мы сейчас имеем в виду. Что, о чем идет речь? Речь идет о том, что сейчас существующие отделы продаж, единственное, что делают сайтом, это, ну, и, честно говоря, ребят-маркетологи, к вам туда же. Единственное, что вы делаете, вы берете клиентов, конвертируете их в звонок, и вот эта история про, надо прекратить мыслить звонками. Я поддержу этот рефрен. И действительно, единственное, во что вы их конвертируете, эту историю в звонок. Я смотрю на кейсы, которые есть у Авелона, и мне очень нравятся эти кейсы. Я вижу кейсы, которые делает Hyundai, скоро они запустят, но отдельно, чуть позже об этом расскажу. Но, тем не менее, действительно должен быть центр ответственности за продажи на сайте дилера. И это действительно другой путь, это действительно другие клиенты. Часть клиентов действительно вы будете конвертировать в звонок, и они будут идти по традиционному сценарию, потому что этим людям комфортнее общаться лично или по телефону, им комфортнее взаимодействовать с людьми. Есть люди, вы сейчас подумайте о том, что айтишники все из их числа, ну, возможно, это и так. Это люди, которые не очень любят коммуницировать с другими людьми. Им спокойнее почитать описание, почитать какие-то отзывы и комментарии на сайте. Отдельно обратите внимание, какое количество, какое внимание многие платформы уделяют отзывам. Это, на самом деле, действительно очень рабочий инструмент, где люди получают большой объем экспертной информации со стороны других клиентов, других покупателей. И, в общем, выходит история какая, что действительно каждый дилерский центр должен выделить либо одного менеджера по продажам, либо, если это холдинг, это должен быть отдельный отдел продаж, который занимается только тем, что продает автомобили, по сути, через вот эти витрины, продает их на сайте. Теперь пару слов про E-ком в России, где посмотреть, что пощупать. Первая история – это, конечно, Hyundai. Hyundai объявил о том, что они запускают онлайн-продажи автомобилей. И здесь, надо сказать, что нужно скоро ждать, когда они выкатят эту платформу. Она уже находится под парами и скоро она появится. И здесь действительно будет полностью оцифрованный путь. И это будет, на мой взгляд, самое лучшее решение в области онлайн-продаж автомобилей в России. Вторая история, безусловно, мое мнение – это Avalon. Это действительно очень профессиональный подход и профессионально выстроен бизнес-процесс по работе с клиентами, которые хотят это делать. И тоже потестируйте, пооставляйте звонки, позаполняйте анкеты, посмотрите, как это работает. Это очень прилично работающая история. Ребята, сори, БМВ я поставил на третье место. Это мой личный рэнкинг, кого хочу, то туда и ставлю. Хотя это прекрасно сделанная работа. И действительно, это одно из лучших решений. Рено. Бренд Рено, который, надо сказать, был один из пионеров, кто запустил всю эту историю. И еще хочу сказать пятый пункт. Он не указан у меня здесь в списке. Но, на удивление, это бренд Черри, который, в общем-то, вовсю тестирует и пытается искать правильную конверсию. Уже несколько лет сделали свой собственный цифровой отдел продаж, который занимается продажами автомобилей в интернете. То есть кейсов много. Надо сказать отдельно, что на отрасль развития e-commerce в России давит гигантское количество гигантских факторов. А сегодня отдельно, ну, такой офф-топик. Мы обсуждали историю продления страховых продуктов в дилерах, в дилерских центрах. Я, честно говоря, вот глядя на всю эту свистопляску, которая творится, сравнирую, которые запускают телевизионную рекламу по рекламированию своего страхового агрегатора. Банки, которые пытаются продавать полисы своим клиентским базам. Я, честно говоря, с большим скепсисом думаю по поводу перспектив пролонгации страховых полисов ОСАГО и КАСКО в дилерском центре. Но, очевидно, я понимаю о том, что выбить дилера из добавленной стоимости, из возможности влиять на продажи при продаже автомобиля, я думаю, что это непоколебимая просто крепость, которую никак не получится выбить. Собственно говоря, вот на этом, наверное, мое выступление подходит к концу. Еще раз хочу сказать о том, что мое личное мнение, оно очень простое, что если дилеры не запускают дистанционные инструменты, дистанционные каналы коммуникации, дистанционные инструменты на своих сайтах, честно говоря, перспектив, наверное, не очень много. Понятно, что это будет тенденция на такая долгая, на несколько лет, но в целом, конечно, надо развивать эти компетенции, надо формировать, если хотите, менеджер цифровых продаж, люди, которые будут заниматься тем, что работать с трафиком, работать со своими продажами в цифровой среде, в цифровых коммуникациях. Спасибо вам большое за внимание, спасибо автомаркетологу, что позвали выступить, поделиться своим видением и очень надеюсь, что в следующем году будет возможность еще не раз принять участие в ваших замечательных конференциях, семинарах. Кирилл, Кирилл, спасибо тебе большое, ты же знаешь, безусловно, ты всегда желанный гость, тем более после того, как скоро выйдет вообще эксклюзивное видео, что, расскажем? Коллеги, ладно, начал говорить, надо закончить. Я тут у себя дома собрал 8 замечательных парней из IT-индустрии, которая работает на автобизнес, выпили сколько вина, не скажу, но прикол не в том, сколько вина выпили, а прикол в том, что мы все это дело писали на камеру, и все разговоры, собственно говоря, были записаны. Сейчас идет монтаж этого замечательного видео, где получился довольно откровенный разговор о российском автобизнесе. В общем, ждите, скоро на канале автомаркетолог будет бомбическое видео. Кирилл, спасибо тебе большое. Ну, а мы тогда дальше, потому что мы тут немножко выбились из графика. Единственное, что перед тем, как передать следующему спикеру слово, я напоминаю, что комментируем, смешные комментарии пишем, и тогда вы получите вино или книгу, или и вино, и книгу. Плюс, если нравится, если нравится то, что вы слышите, ну, не стесняйтесь ставить лайки видео. И, наконец, я не могу понять, из той почти тысячи зарегистрировавшихся, у нас уже прошло человек 350-370, а все остальные зарегистрировались, сказали на работе, мы на автомаркетолог, а сами, значит, там, известно куда. В общем, кто не присоединился, будем потом выяснять, где вы проводили все это время. Ну, а теперь следующий выступающий, который у меня здесь в студии, Евгений Курышов, компания Короператор. Жень, привет. Привет. Спасибо тебе большое, что ты приехал. Кстати, Кира, ты вот сильно потерял, что не приехал, потому что, ну, всегда приятнее общаться, когда человек в студии сидит. Сегодня про что будем говорить? Сегодня для нашей компании не совсем типичная тема, мы хотели поговорить про боли дилеров при разработке сайтов и посадочных страниц. Если до этого мы были в основном про онлайн продажи, про систему направления бизнесом, то сегодня поговорим про сайты и посадочные страницы. Что, прикольно? Давай, тогда передаю тебе слово. Спасибо, Олег. Также с нетерпением ждем видео, потому что я тоже являлся его участником и старался молчать, вино не пил, но наблюдал за... Да, да, да. Наблюдал за... У нас было двое, которые так осторожно сидели и со стороны это все смотрели. Гаджи еще тоже такой, не, я не пью, я не пью. Вот. Ну, ждем, ждем видео. Друзья, всем привет. Как Олег уже сказал, меня по-прежнему зовут Евгений Курышов, компания CarOperator. Коротко хотел бы рассказать, представиться для тех, кто видит меня первый раз. В автомобильном бизнесе с 2012 года основал несколько IT-сервисов, которыми пользуются сейчас более тысячи дилеров. Я являюсь членом совета директоров группы компании CarOperator и совладельцем проекта CarDigital. Как я уже сказал, сегодня для нас не совсем типичная тема, ну и для меня, потому что до этого на протяжении трех лет во всех мероприятиях в автомобильном бизнесе мы выступали в основном с темами про онлайн-продажи, про управление бизнесом, потому что мы являемся экспертами в построении систем по автомобилю с пробегом. А сегодня мы хотели бы проговорить про боли дилеров, про сложности дилеров при разработке сайтов. Но, наверное, самая главная боль дилеров в том, что они в разработке своих официальных сайтов практически не участвуют. Большинство дистрибьюторов в России сайты предоставляют дилерам такими, как есть, какими они их разработали. Перед тем, как перейти к основной, так сказать, части моей презентации, я хотел бы показать вам вот этот красочный и простой слайд, на котором аналитическое агентство Nilsson отобразило путь пользователя при покупке автомобиля. Что мы здесь видим? Мы видим, что пути онлайн-аудитории, они очень сложны и нелинейны. И в процессе подбора автомобиля и принятия решений о покупке потенциальные покупатели посещают большое количество сервисов и ресурсов, в том числе и сайты дилеров. Мы видим, что пользователи на ресурсы, на дилерские ресурсы заходят не один раз, и, соответственно, они заходят туда на разном уровне прогрева. И здесь перед дилером встает вполне логичный вопрос, что используют в своих коммуникациях – посадочные страницы или полноценные сайты? Но здесь необходимо понимать, что у посадочных страниц своя цель и свои задачи, у полноценного сайта, у официального сайта дилера своя цель и свои задачи. И если у лендинга ключевая задача в том, чтобы закрыть посетителя на целевое действие, то полноценный сайт несет в себе информационную, сервисную и другие-другие функции. Посадочные страницы скоро умрут. Да, вот такие высказывания мы слышим, наверное, последний год и все чаще от всего сообщества маркетологов. Я сейчас говорю не только про автомобильный бизнес, а в целом про интернет-маркетинг. И даже наши друзья и товарищи по цеху как-то скептически относятся к использованию посадочных страниц в коммуникациях с дилеров. Даня, Дима, вам привет! Но что же, лендинги уже всем приелись, не дают тех конверсий, которые они давали раньше. Одностраничники вызывают меньше доверия, чем полноформатные полноценные сайты. Фишки повышения конверсий не работают. То есть уже пользователи не верят, что таймер когда-то остановится и скидки перестанут. И эти и другие возражения, которые мы слышим, постоянно общаясь с маркетологами и с разработчиками. Но здесь необходимо понимать, что действительно я здесь соглашусь, наверное, с частью сообщества. И скажу, что посадочные страницы не всегда работают. Иногда они вообще не работают. Посадочные страницы эффективны, по нашему мнению, всего в трех случаях. Это при продаже конкретных товаров и услуг, при анонсе событий и при сборе данных посетителей. И тем не менее, если мы посмотрим на автомобильный ритейл в России, мы на своей стороне, на стороне проекта Car Digital провели достаточно большое исследование. Мы посмотрели, я думаю, что все ключевые регионы, посмотрели, как дилеры ведут свои рекламные коммуникации. Мы делали акцент именно на рекламных коммуникациях, потому что большая часть бюджета уходит туда. И мы получили такую цифру, что более 60% дилеров используют в своих коммуникациях посадочные страницы, так или иначе. Понятно, что центральные регионы, Москва, Санкт-Петербург, процент был значительно выше 60%. Здесь, наверное, порядка 80% дилеров пользуются лендингами в платном трафике, в конвертации платного трафика. А в регионах этот показатель несколько ниже. И вот перед дилером тогда становится задача, каким образом разрабатывать свою посадочную страницу. Это индивидуальная разработка или разработка с помощью конструктора. Конструктор мы обсудим чуть-чуть позже, сейчас я бы хотел поговорить про индивидуальную разработку. Индивидуальная разработка – это всегда хорошо, но если мы говорим про посадочные страницы и про текущую ситуацию на рынке, когда необходимо совершать действие, менять коммуникации очень быстро, то здесь есть ряд минусов. Во-первых, это продолжительные сроки запуска. Да, я считаю, что даже неделя на запуск посадочной страницы – это в текущих условиях слишком долго. Поэтому это один из ключевых минусов индивидуальной разработки. Если разрабатывать посадочные страницы на весь модельный ряд, как я сказал до этого, что лендинги конвертируют намного лучше по статистике, когда в них продается и представлен один товар, а в нашем случае это одна модель, хотя большинство посадочных страниц, которые мы анализировали, используем дилерами, отображают весь модельный ряд, который есть у данного бренда. Соответственно, если делать многое, большое количество страниц на весь бренд, на весь модельный ряд, то это и, соответственно, бюджет значительно вырастает. Поддерживать, обновлять страницу также необходимо с привлечением технических специалистов. Ну и все уже привыкли, что на официальных сайтах у дилеров есть многочисленные, так сказать, диджитовые инструменты, которые характерны только для автомобильного бизнеса. Если дилер хочет использовать калькулятор остаточной стоимости на своем сайте, онлайн-витрину, либо кредитный калькулятор, то ему необходимо проводить дополнительные разработки, дополнительные интеграции. Большинство сервисов, конечно, сейчас уже интегрируются достаточно просто, вставкой кода, но, тем не менее, это дополнительные затраты как временные, так и финансовые со стороны дилера. Конструкторы сайтов вообще на мировом рынке представлены в огромном изобилии. Их также часть дилеров используют достаточно активно. Это и Тильда, это и Флексби, это и Викс. И они дают достаточно большой и мощный инструментарий для того, чтобы дилер своими силами за счет своих штатных сотрудников, маркетологов или интернет-маркетологов мог разработать и собрать полнофункциональный лендинг. Но есть у них ряд ограничений, опять же, связанных со спецификой автомобильного бизнеса. Все дополнительные инструменты приходится интегрировать, соответственно, вручную, с применением, с использованием технических специалистов, а также интеграция с системами управления, с CRM-системами, потому что в автомобильном бизнесе, все мы знаем, мало кто использует суперпопулярные там AMO, CRM или Bittrex, да. Поэтому все эти интеграции и связь посадочных страниц с системами дилера достаточно продолжительное время занимает даже при использовании конструкторов. И, согласитесь, было бы здорово, если бы был такой инструмент, который был адаптирован специально под автобизнес, который закрывал бы абсолютно все потребности и боли автомобильных дилеров. То есть все элементы дизайна были бы выполнены по стандартам дистрибьютора. У каждого блока было несколько вариантов дизайна, и он бы был красивый. Внутри были бы уже интегрированы инструменты, которые используются в автомобильном бизнесе. Как я уже говорил, это онлайн-витрины, калькулятор остаточной стоимости оценки автомобиля, кредитный калькулятор, например, как у Кирилла Варина, который выступал до меня. И чтобы все эти блоки пользователь при желании мог достаточно гибко и полнофункционально редактировать. Также обязательно, если бы была интеграция с использованием в автомобильном бизнесе системе, дилер мог бы создавать неограниченное количество страниц в рамках одного бренда. И было бы здорово, если бы дизайн каждого блока добавлялся и обновлялся, например, раз в месяц, появлялись новые шаблоны. Ну и, соответственно, автоматически верстался сайт, ну, как и в любом другом конструкторе, под все виды устройств. Я вам могу сказать, друзья, что такой инструмент на рынке уже есть. И вы его сможете, наверное, в ближайшее время увидеть в программе автомаркетолога «Эксперимент». Наши коллеги видели его, так сказать, по полной буквально вчера. Но попробовать вы его сможете по QR-коду уже сейчас, который будет на следующем слайде. И этот инструмент называется «Эксдилер». Логотип его был в начале презентации, который мы буквально недавно презентовали на российском рынке. И он позволяет создавать посадочную страницу со всем тем функционалом, который я озвучил ранее, буквально за 15 минут. Соответственно, по этому QR-коду, который вы сейчас видите на экране, вы можете отправить заявку. И специалисты, специально для зрителей «Дилерап» будет предоставлен бесплатный доступ на один месяц, чтобы попробовать и оценить эффективность и удобство данного инструмента. Олег, ну, у меня, наверное, все про боли дилеров мы рассказали. Слушай, про «Эксперимент» мы тоже рассказали, который скоро у вас выйдет. Да, «Эксперимент» скоро выйдет. Я надеюсь, ты очень быстро на технические моменты ответишь, чтобы мы могли в пятницу уже его выложить на канале, как обычно. И завтра уже. Да, то есть тебе ночью придется на пару технических вопросов отвечать Роману. Хорошо. Соответственно, да, ребят, у нас… Ой, ребят, я у Эрика научился. Это Эрик все время же говорит, ребята, ребята. А коллеги, да, у нас по пятницам, через пятницу выходит эксперимент. В эту пятницу будет как раз, собственно говоря, эксперимент про продукт кара-оператором. Получилось довольно весело. Ну и вообще… Да, да, да. Женя, можно софиты уменьшить? Жарко так вообще. А так можно было, да? Да. Можно было просто… Я сидел 10 минут до этого. Женя сегодня перестарался. Так, значит, продолжаем. Следующий выступающий у нас Антон Серков из Дрома. Пока он будет подключаться, я с вами должен как-то занять вас. Соответственно, а как я займу? Во-первых, я вам покажу… А на какую камеру сейчас? На свою, да? Вот, смотрите, да, я, чтобы не все были уверены в том, что я не обманываю. Вот, смотрите, видите, бутылочка вина – это не одна, их там много. Просто я не могу все показывать. Соответственно, вот здесь, вот я за спиной, библиотека, вот, короче, дилер. Это вот одна из книг, там, вторая, а всего их больше. Напоминаю, что на каждой сессии будет своя книга. Поэтому комментируем и, собственно говоря, участвуем в розыгрыше. К сожалению, я рано отпустил Женю. Женя, а ты можешь вернуться? Тут тебе вопрос был, и поэтому надо мне тебе его задать. Микрофон уже там. Слушай, ну, давай мы вот… Видите, как у нас все живо, лайф такой. Жень, смотри, здесь был вопрос, а есть ли исследования по замеру конверсии на лендинг-пейдж? Или и дилерском сайте? И если они приелись, почему дилеры до сих пор их используют? Ну, это, наверное, мой сарказм. Никто не оценил, то, что я сказал, что они приелись. На самом деле, исследование – очень правильный вопрос, хорошее исследование. И мы его будем проводить, когда наберем статистику именно по своему инструменту. Поскольку, чтобы такое исследование сделать, ну, открытого исследования из каких-то авторитетных источников мы его искали, не нашли. Поэтому мы решили сделать свое. Чтобы нам его сделать, нам нужно набрать определенный, как бы, трафик на своей платформе X-Dealer. И тогда мы сможем, например, поделиться конверсией и сравнить с нашими коллегами и друзьями по цеху. Ну, например, там, с Кириллом, с Данией. То есть, какая конверсия по их продуктам, мы расскажем, какая конверсия по нашему продукту. И тогда, я думаю, что как раз мы такое совместное исследование с ними и проведем. А по поводу того, что лендинги приелись, это, ну, такой был сарказм, на который я попытался ответить, видимо, не сильно понятно. Да, кстати, на вот этой веселой тусовке, которая была, которую вы скоро увидите в эфире, ты пошутил, что это первый раз, когда короператор с трейддилером вместе тусит. Мало того, что короператор с трейддилером вместе тусит, короператор отвез трейддилер в аэропорт, чтобы наверняка Даня улетел. Просто до двери терминала. Чтобы быстрее из Москвы. Слушай, ну, и здесь еще про замер по конверсии одной модели, вес всего модельного ряда. Но я так понимаю, что это вы тоже будете позже делать. Да, да, да. Просто мы на своей статистике. То, о чем я говорил сейчас, это, ну, без цифр общая статистика была, что когда, ну, еще раз по порядку, у лендинга одна функция – получить целевое действие. Когда на странице представлено несколько товаров, услуг и так далее, это смещает фокус. И поэтому все эксперты рекомендуют один лендинг, один товар. Соответственно, мы придерживаемся этого же мнения. Но пока мы не видели цифр от авторитетных источников, те цифры, которые мы видели, мы с ними согласны, но опираться на те компании, которые их заявляют, мы бы, наверное, не стали. И, соответственно, нам интереснее сделать замеры уже на своей платформе, ну, поскольку мы ее реализовали. И вот сейчас отслеживаем потихонечку, набираем статистику. Дайте нам немножко времени, и мы с удовольствием поделимся цифрами с вами. Спасибо большое. Ну, теперь у нас еще один человек в студии. Антон. Сейчас присоединится к нам. Презентацию сейчас запускаем. Я на свою камеру тут пытаюсь вам что-нибудь рассказать. Пока идет настройка презентации. Женя, а что, ваша презентация уже настроена? Нет? Что бы вам еще такого интересного рассказать? Слушайте, вот что интересного. 1 декабря сессия будет по сервисному маркетингу. Будет очень много интересных спикеров. Поэтому передайте руководителям отдела сервиса, чтобы они обязательно тоже подключились. Чтобы не только маркетологи, которые продвигают сервисные услуги, смотрели, но и руководители сервисов. Поскольку там на их стороне довольно часто бывает проблема, я думаю, что им будет очень полезно послушать. Поэтому в своих компаниях просьба, пожалуйста, проанонсировать, что 1 декабря им ни в коем случае пропустить нельзя. Ну и, собственно говоря, у нас все настроено. Антон, приветствую. Здравствуйте. Спасибо, что ты приехал в студию. Ну, я тебе передаю слово. Я не мог не приехать. Я людей живых из автосообщества не видел давно достаточно. Поэтому рад здесь присутствовать. Здесь так непривычно, ярко. Олег сказал, что будет живо, молодежно и так далее. Поэтому я почти молодой, мне 31 год. Дром еще моложе, ему 21 год. Про него сейчас вам и расскажу. Накопилось много у нас информации, много новостей. Поэтому, если все готовы, то я буду начинать. Давай, давай. Я нажимаю стрелочку. Правильно же я делаю, да? Включен. Сейчас мы разберемся, как... Не, они не меняются. Посмотри, пожалуйста. Ты мне можешь дать такую указку. Я буду по кнопке попадать. Что работало? Не, не, вправо. Сейчас мы как подготовимся, как начнем рассказ. Зон, наверное, отдастся. А, вот так работает? Так не работает. Так работает. Да, может отсюда прям так. Или без кликера. Давай я могу там так переключать как-нибудь. С клавиатуры. Все, супер. Спасибо. Значит, я начну презентацию. Про то, что Дрому 21 год я уже рассказал. Из них почти 10 лет мы работаем в Москве. А изначально сайт, как многие знают, был основан в городе Владивосток. И мы очень горды тем, что смогли выйти с регионального уровня на полноценный федеральный. Таким образом, по статистике Live Internet на июнь 2020 года Дром является автомобильным сайтом номер один в России по посещаемости. А по статистике SimilarWeb номер один в мире. Суммарная аудитория нашего сайта и приложения в сутки – это 2,5 миллиона человек без учета смежных продуктов, о которых я позже расскажу. Также Дром является лидером по числу объявлений по новым автомобилям. А по числу объявлений по автомобилям всем и новому пробегу входит в топ-3 автомобильных классифайдов России. Это то, что имеем на сегодня. У Дрома есть несколько проектов, которые развиваются параллельно нашими силами. Я про них расскажу коротко. Это Дром ПДД. В следующем году, в апреле, произойдет тотальный диктант ПДД. Как бы серьезно это ни звучало, Дром нацелен на повышение безопасности дорожного движения. Совместно с ГИБДД и Всероссийской ассоциацией автомобильной проведет этот тест. Дром ПДД есть как в мобильной версии, так и в десктопной. Дром история автомобилей, естественно, это наш тоже мощный, активно развивающийся продукт. Мы собираем информацию как от официальных дилеров, так и от открытых источников, из сервисных станций, от партнеров. Из любых мест ее достаем, обрабатываем, объединяем в отчеты, продаем отчеты. Также на основе наших объявлений, которые публиковались и публикуются. Номерограмм – это сайт и приложение, где по номеру автомобиля можно проверить его фотографии. Вы можете скачать приложение, вбить свой номер автомобиля, наверняка вы увидите какие-то новые фотографии, которых не видели раньше. Полезно также при покупке автомобиля. И, естественно, четвертая, самая ранняя наша история – это база Дром. Это база объявлений не автомобильных, а всего смежного запчастей, прочей техники и так далее. Она тоже имеет огромный трафик, и мы ее продолжаем развивать. Суммарно все эти проекты вместе с Дромом генерируют 3,5 миллиона уникальных посетителей каждый день. Дром за время своего существования оброс большим количеством мифов, поэтому вот те четыре, которые я собрал сейчас, мы разберем. Если у вас есть еще какие-то мифы, вы их напишите, мы их тоже обсудим. Первый миф – Дром популярен только на Востоке. Ну, действительно, что ж там, Владивосток, значит, наверное, там на Дром и заходят. Но нет. Это аудитория уникальных посетителей в прошлом месяце, и мы видим, что большая часть находится как раз-таки на западе России до Урала. Это 15 миллионов человек, из которых в Москве и Санкт-Петербурге 6,5 миллионов. То есть, очевидно, перекос аудитории здесь явно в сторону запада. Таким образом, этот миф развенчан. Второй миф. Если трафик региональный у Дрома, то регионалы дилерам не нужны, потому что они не приезжают в салон и не покупают там автомобили. Но некоторое время назад мы опросили на сайте 24 тысячи человек, и большинство из них, 40%, ответили, что за хорошим автомобилем я поеду куда угодно. И более интересен еще этот опрос в разрезе по федеральным округам. Посмотрите, вот колонка выделена 6, как отвечали по федеральным округам. В частности, 43%, даже 43,2% из Сибири готовы ехать куда угодно, с Урала куда угодно готовы ехать, и, как ни странно, с северо-запада. При этом, очевидно, наиболее ленивые покупатели находятся в центре 27%, и в Москве они не готовы особо никуда ехать. А регионалы им, дай машину, они приедут куда угодно. Значит, миф тоже развенчан. Регионалы приезжают и покупают, если есть хорошее предложение. Третий миф. Дром никак не рекламируется. Это совершенно не так. Как минимум, по этому году приведу примеры. Была на федеральных телеканалах рекламная компания под брендом «Это Дром». Она была также в Ютубе. Также в Ютубе были интеграции с блогерами. В ТикТоке вот скриншот. Помните, был такой рэпер Серега? Я сам даже его забыл. А вот это видео набрало 8 миллионов просмотров в его ТикТоке, интегрированное с Дромом. Можете посмотреть. Также у нас партнерство с крупнейшей автомобильной соцсетью «Драйв2». Там есть быстрые кнопки «Переход на объявления на Дроме». И мы активно развиваем свои социальные сети, список которых ниже. Этот список также представлен внизу главной страницы Дрома. Все от Инстаграма до Одноклассников и Твиттера. Прекрасно. Работает и привлекает трафик. Там новости, развлечения всякие, интерактивы и прочее. Значит, миф развеян. И четвертый миф. Дром – это про автомобили с правым рулем. Я собрал статистику, по которой 47% размещенных объявлений на Дроме – это автомобили японского производства. То есть, как бы много, но все-таки меньше половины. И примерно по ровну – это европейские производители и российские. Но из общего количества автомобилей, автомобили с правым рулем занимают менее 15% всех объявлений. Поэтому и этот Дром мы успешно опровергли. Дром – миф. Миф этот опровергли. Какие фишки у Дрома? Значит, в этом году мы представили новый дизайн сайта. Ввели плашки «Собственник» и «Отличная цена». Я сейчас про них более подробно расскажу. Сделали подписку на объявления продавцов. Ввели оплату за звонки как по новым, так и по автомобилям с пробегом. Но это было у нас чуть раньше. И добавили API по этим звонкам. Также у нас есть собственный каталог фотографий панорам и персональные рекомендации. Теперь подробнее. Было-стало классическое. Значит, новый дизайн сайта более лаконичный. Меньше лишней мельтешащей информации. Больше отдано яркому, крупному визуальному контенту. И здесь мы видим, добавились кнопки от «Собственника» и «Отличная цена». Это быстрые фильтры. Соответственно, про «Отличную цену», про принцип ее формирования расскажу чуть позже. А с «Собственником» все понятно. Человек фотографирует права, СТС, загружает на дром. Дром проверяет, появляется плашка от «Собственника». Перекупы не проходят. Также новый дизайн углубился. Пошел дальше главной страницы сайта. Это вот на примере каталога. У нас собственный каталог автомобилей. Мы сами фотографируем панорамы. На дроме вы можете зайти и посмотреть любую актуальную продающуюся в России модель. Вплоть до кнопочек, винтиков и прочего. Мы снимаем собственные видео. Заходите, смотрите. Там все вплоть до комплектации. В салон, если совсем лень, то можно не ехать, а зайти в каталог и все там увидеть. И в приложении таким образом изменения тоже произошли. Фотографии стали крупнее. Текст стал мельче и более основной только остался. И появилась каруселька внутри, чтобы не заходить во внутрь объявления, чтобы полистать фотографии. Возвращаемся к оценке автомобиля. Она у нас на основе машинного обучения. То есть это значит, что автомобиль оценивается при публикации не только по марке модели года выпуска, также оценивается его история. Были ДТП или нет, количество владельцев, особенности комплектации, наличие там парктроников в конце концов и так далее. От всего этого Дром более глубоко оценивает стоимость каждого автомобиля. При этом не учитывает фейковые объявления, когда перекупщики, например, вешают объявления с заведомо высокой ценой и пытаются задрать таким образом рынок. Дром их отлавливает, удаляет, статистику не включает. В остальном все считает просто шикарно. Теперь можем подписаться не только на автомобили по параметрам, но и по продавцу. Это такая вполне логичная функция, она появилась и доступна как в веб-версии, так и в мобильной. И, конечно же, у нас не могло не появиться видео в объявлениях. Вот тут пример, как это выглядит, поэтому прошу обратить дилеров внимание, если вы снимаете видео о своих автомобилях, а я надеюсь, вы снимаете, то на Дром вы можете загружать, в технических требованиях все описано. Через XML-фиды мы принимаем видео, залитые через YouTube. Коротко про нашу аудиторию. Дром, очевидно, является лидером в Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. Так как мы принимаем звонки, мы видим, что половина, как минимум половина аудитории, это люди, которые звонят из регионов, и при этом наша аудитория в Москве и Санкт-Петербурге растет. Мы выросли даже в период карантина, когда все сидели дома. Это наша аудитория по количеству уникальных посетителей в прошлом месяце. Мы видим, что Москва с двукратным отрывом идет от ближайшего преследователя Новосибирской области, Приморский край, который является нашим, так сказать, местом, откуда мы выросли. Он занимает седьмое место. Это топ-14 регионов. В топ-14 регионах европейских регионов 6-7. По данным Google Analytics. Следующий слайд – это уже по городам, по федеральным центрам. Значит, Москва лидер, причем, обратите внимание, как с момента изоляции полетел график вверх. Мы обогнали Новосибирск. Санкт-Петербург тоже буквально вот недавно вышел на четвертое место, обогнав Екатеринбург. В целом, графики довольно позитивные. Это посетители в сутки в веб-версии. Это число установок нашего мобильного приложения. Здесь тоже самоизоляция, ее упрекнуть сложно в чем-то. Люди сели по домам и что делать дома. Ну, надо приложение «Дром» скачать, посмотреть, что там продают. Все логично. Это данные по звонкам. Без цифр – это процентное распределение. Если вы дилер, допустим, из Москвы, то ваш график вверхний. 37% московским дилерам звонят из Москвы. Все остальное – это соседние либо другие регионы. То, о чем я говорил, как минимум половина трафика – это регионы. Если вы в Санкт-Петербурге, то 39% – это местный трафик у вас по звонкам. Это за последние три месяца выборка. Разница только в том, что в Санкт-Петербург из Москвы звонят, а в Москву и в Санкт-Петербург тоже звонят, но совсем маленькое количество не попало в выборку. Такие графики у нас есть по большинству регионов европейской территории России. Также они могут делаться в разрезе по продаже звонки, по автомобилям с пробегом и так далее. Поэтому все, что нужно, я смогу предоставить по запросу. Мои контакты будут в конце. Тезисно, уже без расшифровки, преимущество для дилеров, что мы умеем. У нас есть оплата за звонки, либо фиксированная оплата. Если выбирает дилер тариф оплаты за звонки, я напомню, это все актуально для дилеров Центральной России, то идет постоплата. За звонки предоплаты в этих регионах нет. Также мы сами устанавливаем подменные номера телефонов и сами прослушиваем звонки. Вы их тоже можете прослушать, но на самом деле в этом необходимости сильно нет, потому что мы сами отбраковываем все лишнее. Дилеры вообще по минимуму привлечены в выгрузку. Идеально, если, конечно, нам дают XML-фид. И все, на этом взаимодействие наше с дилером заканчивается, если все хорошо. В худшем случае, если у дилера нет XML-фида, то он может нам присылать Excel хотя бы раз в неделю. При этом формат Excel достаточно свободный, мы сами разбираем информацию по нужным ячейкам. У нас собственный фотокаталог. Как я и говорил раньше, мы нафотографировали много машин у дилеров и добавляем их в объявления, эти фотографии, в случае, если у дилера нет собственного фотоконтента. Но нужно, чтобы он был. Большинство дилеров сейчас это понимают. Тем дилерам, кто у нас раньше не размещался, мы даже тестовый период предоставим, чтобы он убедился во всех этих преимуществах. И, в конце концов, мы новости и акции дилеров тоже бесплатно опубликуем. И у меня последний слайд, что я хочу, так сказать, порекомендовать, пожелать дилерам. Пожалуйста, не пишите в объявлениях описание, в самом именно объявлении, какой у вас дилер хороший и так далее. В объявлении это место для описания автомобиля. Коротко, лаконично, тезисно. В чем плюсы, преимущества этого автомобиля. Для всего остального есть карточка компании. Это последний пункт в этом слайде. Заполняйте, пишите адрес, телефон, вот в описании автомобиля этого делать не нужно. Это повысит конверсию, уберет лишнюю информацию. Публикуйте полный склад автомобилей. Даже если есть машины, на которые у вас трафик, очередь стоит в салон. Публикуйте полный склад. Чем больше вы трафика нагенерите, тем вы сможете с большей вероятностью продать те машины, на которые у вас трафика не хватает. Фото-видео контент тоже обсудили. Видео можно загружать. Фотографии, если нет, пойдет. Но лучше, если есть свои. Качественные, хорошие. И публикуйте корректные цены и отдельным полем скидки пользуйтесь. Для новых автомобилей у нас есть подробная разбивка по скидкам. Этим имеет смысл пользоваться. Это также повышает конверсию. Но если ничего из этого, а это все бесплатно до этого перечислено, то есть это входит в условия размещения, не помогает или хочется больше. Всегда есть продвижение объявлений, которым имеет смысл пользоваться. Это мои контакты. Если какие-то вопросы есть, пишите, куда вам удобнее. Я буду рад ответить. Антон, спасибо большое. На самом деле тебе здесь много вопросов-то сыпалось. И критики. Но я думаю, что критика это тоже всегда полезно. Класс. Поэтому давай я все зазвучу. Значит, я с конца начну. Почему нет статистики посещения карточки за определенный период? На данный момент есть просмотры карточки за все время существования. Есть за определенный период в том числе. Просто она не открыта любому пользователю. Мы ее у себя собираем во внутренней админке. И по вашему дилерскому центру, в случае если вы у нас размещаетесь, мы сможем ее предоставить. Не с начала времен, конечно, но за какой-то там последний год, полтора, может быть два, мы сможем. Да, в открытом доступе ее нет. Но она же нужна вам, а не всем подряд. Поэтому пишите, найдем, отправим. Супер. Я тебе передам, кто задавал вопросы. Я вас найду всех, кто задавал вопросы. Потому что здесь, смотри, Сергей, когда улучшится работа технической поддержки, порой складывается ощущение, что отвечают только на удобные письма. Есть запросы начала года, которые висят без ответа. Давайте тогда так поступим. Вот у вас совершенно точно есть мои контакты. У нас на Дроме очень такая хитрая система переплетения аккаунт-менеджеров и дилеров. Надо понять, к какому конкретно вы относитесь подразделению. Для того, чтобы вам это понять максимально оперативно, пишите мне. Я здесь, вот в Москве. Олег не даст соврать, я не голограмма. Я вас сориентирую. Даже мобильный дал телефон. Ой, не надо было, да, кажется? Я уже понял. В общем, пишите мне. Я максимально вас сориентирую так, куда обратиться, чтобы вам ответили быстро. Попробуем. Потому что как раз по поводу мобильного. Здесь вот есть еще от Анатолия. Дром оплачиваешь деньги, как юридическое лицо. Потом месяцами, сбоем выбиваешь закрывающие документы. Нет контакта, кроме электронной почты. У вас теперь есть не только электронная почта. Да, конечно же, у нас ряд юрлиц. Здесь тоже пишите, надо понять, какое конкретно юрлицо, к какому нашему подразделению относится. Надо, так сказать, конкретно работать с каждым вопросом. Так, ну теперь тут пошли вопросы больше по бизнесовую. Так, я не понял. Дима, ты специально рекламируешь свой сервис с помощью других. Когда чаты Дрома можно будет интегрировать в Батчату? Во! Давай, вот выступишь, тогда поговорим. Да, нет, на самом деле у нас есть тоже некоторый такой V1.0 опыт использования чатов. Мы запускали собственными силами. Пока не увидели там эффекта. Но мы активно наблюдаем за этой историей. И не исключаю, что мы запустим и эту штуку. Скажите, а почему как дилер не могу заходить в личный кабинет Дрома? Также не понимаю, почему у Дром недоступна ручная загрузка, как на Авито и на Втору. Да, значит, я так понимаю, вопрос тоже от дилера центрального региона. Это хороший вопрос. Действительно, если вы официальный дилер находитесь, условно, в Рязани или в Москве, вы не можете сами зарегистрироваться, залогиниться на Дром и выгрузить свои объявления. Это, с одной стороны, непонятно почему, с другой стороны, это существенно упрощает процесс для дилера и повышает качество объявлений. Когда мы только начинали в Москве 10 лет назад, каждый дилер заходил сам, грузил не пойми что, и получалось где-то там кривые цены, где-то не те фотографии и так далее. В общем, тут же вопрос не в том, что можно заходить или нельзя, а вопрос, насколько качественный контент на Дроме выгружен по итогу. То есть, если вы понимаете, что вас не устраивает качество выгрузки на Дроме в текущий момент, вам нужно обратиться к вашему менеджеру, либо если менеджера нет, то ко мне. Мы в три клика загрузим вам, оформим карточку так, как вам надо, это разовое, вам не нужно туда заходить, постоянно править. А что касается выгрузки, идеально, когда она автоматизирована, обновляется несколько раз в сутки, и вам никуда логиниться, заходить не нужно. Зачем лишние действия? Почему Дром не делится аналитикой по аудитории сайта в конкретном регионе, по поведению посетителей в карточке? Такой глубже немножко вопрос, чем я смог понять сходу поведение. Я так понимаю, вопрос… Ну, аналитика по аудитории сайта в конкретном регионе. Да, ну то есть мы что собираем? Мы собираем посещение карточек, просмотры объявлений, просмотры телефонов и так далее. Эта информация есть, если речь про более глубокий путь, ну, мне кажется, такие данные просто не собираются. Хотя, если вы более точно сформулируете запрос, направите мне индивидуально, может быть, я тогда пойму, что конкретно вам нужно, и если есть, мы отдадим. Так, ну, вопросы… Так, сейчас, еще секунду. Ну, просто пишут, что вы ничего не предоставляете, ваши аналитики отказывают. Ну, еще раз, давайте, вот, у вас есть уникальная возможность с Антоном напрямую связаться. Собственно говоря, для этого я всегда зову представителей классифайдов, чтобы можно было ответственному человеку задать вопрос. Смотрите, на самом деле, я, как и сразу сказал, у нас вот эта презентация, она ориентирована на дилеров центральной России, скажем так, все от, там, Калининграда до Урала. Дальше на Урале и далее в Сибири, на Дальнем Востоке у нас действительно отличается аккаунтинг, отличается сопровождение, собираемая информация, предоставляемая информация отличается. Я говорю за тот проект, за который я отвечаю, и вот у нас тут это есть. Если вы находитесь в другом регионе, пишите мне, мы попробуем решить ваш вопрос опосредованно через меня, но попробуем. Ну и последний тогда вопрос еще задам. Когда будет доступен формат оплаты по целевым звонкам в Новосибирске? Ну, это хороший вопрос, хорошего быстрого ответа на него нет, потому что, потому что я не курирую лично Новосибирск, но я у коллег запрошу, есть ли такие планы, гарантировать не могу. В общем, тут ситуация какая? Все зависит от посещаемости, от других характеристик сайта и дилерских центров, которые в этом регионе размещаются, и целесообразность введения. То есть, если мы ввели CPA в Москве, это не очевидно, что оно появится там в Новосибирске. Может быть, появится позже. Но все непросто. Ну, в принципе, в честный ответ, поэтому это уже хорошо. Коллеги, еще раз напоминаю, если у вас есть какие-то вопросы, контакты у вас есть, звоните, пишите, телеграфируйте Антону. Пожалуйста, пишите, решим. Он постарается. Постарается. Спасибо большое. Я надеюсь, ты сейчас не сбежишь пока от следующего. Нет, там темно, я до утра остался. Там просто охлаждается. Ну, кое-что. Ну, а мы идем дальше. Друзья, очередной производитель Мазда, моя любимая Мазда, Туфанова Лариса. Ларис, на связи? Да, Олег, привет. Как слышно меня? Да, шикарно. Ну, я, по крайней мере, точно шикарно слышу. Слушай, мы немножко подзадерживаемся, поэтому я предлагаю... Ты тогда начинай, а потом, когда будет вопрос, еще пообщаемся. Хорошо? Да. Коллеги, всем привет. А видно ли мою презентацию? Я включила. Непонятно. Презентацию видно? Да, видно презентацию. Супер. Коллеги, меня зовут Лариса Туфанова. Я занимаюсь диджитал-аналитикой в команде Mazda Motor Rus. Во-первых, хочу выразить респект Олегу, команде автомаркетолога, потому это очень круто, то, что вы делаете. Я с большим удовольствием слежу за вашими выпусками. Разговор первый. И особенно на удаленке это ценно, то, что вы действительно объединяете автосообщество. Я сегодня поделюсь опытом внедрения централизованного колл-трекинга в нашей дилерской сети, как мы к этому пришли, какие получили инсайты. Так что, надеюсь, моя презентация будет полезна. Задавайте вопросы. С удовольствием отвечу. И начать хочу с такого провокационного вопроса. А зачем вообще нужен маркетолог в авто-представительстве? Понятно, что мы запускаем брендовые, охватные, декларовые компании. Понятно, что мы хотим продавать больше новых автомобилей. Но какова роль именно маркетолога? Я для себя нашла такой ответ на этот вопрос. Это постоянно находить оптимальный продуктивный микс форматов, таргетов, рекламных площадок, который при наличии бюджетного ограничения даст максимально положительный эффект на продажи. И не только на продажи здесь и сейчас. А на продажи в долгосрочном периоде. Говоря о продуктивности, давайте рассмотрим такое базовое уравнение продуктивности. Оно применимо как в рекламных компаниях, так и для личной продуктивности. Это перемножение трех ролей. Инженер, водитель и автомобиль. Именно перемножение, а не сложение. Потому что если какого-то компонента не будет в системе, то мы никуда не поедем. Так, инженер у нас конструирует эффективный автомобиль, как топливный эффективный, так и тот, который быстро разгоняется до сотки. Если говорить о контексте личной продуктивности, то инженер настраивает удобную рабочую среду, да, чтобы в тебя не кидали с детскими игрушками, чтобы был стабильно работающий интернет, удобная система планирования, да, которая не позволит тебе закапываться в операционке в текущих задачах, водитель же задает курс от точки А к точке Б и контролирует, что мы не просто что-то делаем, да, мы делаем правильные действия, которые ведут нас к цели. А самый главный здесь автомобиль. Это такой исполнитель, тот, кто делает дела, тот, кто везет по заданному курсу. То есть автомобиль у нас занимает порядка 80% в общем вкладе, условно отведем инженеру и водителю по 10%. И вы спросите, при чем здесь рекламные компании, к чему было это лирическое вступление, а при том, что важно понимать место аналитики и данного кейса в общей экосистеме, если мы переложим эту концепцию на рекламные компании, то условный автомобиль это креатив, это месседж, с которым мы выходим в целевой аудитории. Бюджет в данном случае топлива, то есть чем больше бюджета, тем быстрее мы эту систему разгоняют. А аналитика это такая система навигации, которая позволяет нам быстрее и точнее достигать цели. Соответственно, чем эта система аналитики точнее настроена, чем она точнее связывает наши действия, в данном случае это онлайн рекламные компании, с конечной целью, а цель это продажи, живые продажи в офлайне, тем лучше мы двигаемся. И я как раз сейчас расскажу про то, как было до внедрения. На слайде у меня представлена всем известная автомобильная воронка, на которой на разных этажах работают разные участники. То есть наверху проводят охватные рекламные компании, строят знания, вовлекают производители, а уже внизу на поле боя у нас работают наши любимые дилерские центры. Соответственно, мы как представительство, проводя рекламные компании, зачастую ориентировались только на онлайн-метрики, такие как качественные визиты на сайте, скачивание прайса, скачивание брошюры, заполнение конфигуратора и абсолютно не владели доступом к фактическим бизнес-показателям. Это тест-драйвы, звонки в дилерские центры и продажи. Почему это происходило? Потому что, как предыдущие спикеры говорили, путь клиента в авто, он достаточно извилистый и запутанный. Как бы сейчас громко не кричали о том, что в авто придет скоро ЕКОМ, но пока что мы не заходим на ОЗОН и между делом не решаем, что вот бы нам добавить в корзину еще автомобиль. То есть проходит достаточно много времени, ни одна неделя, ни месяц, прежде чем человек позвонит дилеру, представив условного Василия, который, выбирая автомобиль, наверняка захочет посмотреть обзоры независимых блогеров. Там мы его на YouTube догоним брендовой рекламой. Возможно, он зайдет на наш сайт, чтобы посмотреть официальные цены. Вероятнее даже зайдет на Косифайт для этой цели. И на пару месяцев совсем выпадет из процесса, поймет, что, например, сейчас дорого, кризис. А однажды после пятничного вечера с друзьями в барчике поймет, что все, так больше жить нельзя. И все-таки зайдет на сайт дилера и запишется на тест-драйв. И к тому моменту, как человек заходит на сайт дилера, это зачастую происходит либо органически, либо с контекста или с карт, с каких-то таких пост-клик источников. Весь путь, который был до, он получается отрезанным. То есть мы не видим эффект, который оказала наша брендовая реклама на звонки. Но мы не видели этого раньше. А в 2020 году мы поставили перед собой твердую цель все-таки связать онлайн и офлайн и посмотреть, как наши рекламные компании влияют на бизнес-результат. И в качестве бизнес-метрики главной были выбраны звонки. Для того, чтобы осуществить эту мечту, мы сделали два больших шага. Во-первых, мы централизовали динамический колл-трекинг на всей нашей дилерской сети с помощью системы колл-тач. Это позволило нам видеть как объем звонков, так источники обращений. Но стандартного колл-трекинга нам оказалось мало, потому что он работает преимущественно с пост-клик-конверсиями. А в нашем случае было важно отследить именно отложенный пост-вью результат. И для этого мы сделали большой второй шаг. Это кастомная интеграция между системой отслеживания просмотра рекламы, это гугловский пиксель, дабл-клик кампейн-менеджер и системой колл-трекинга, колл-тач. И эта связка, эта интеграция позволила напрямую связывать факт того, что человек посмотрел видео наше брендовое и потом позвонил в дилерский центр. Независимо от того, был ли переход на сайт и сколько времени прошло между двумя этими событиями. Объединение данных у нас происходило на базе облачного хранилища Google BigQuery. Я с удовольствием могу рекомендовать его, если вы еще не использовали. Очень удобная штука. И на выходе мы получили такую нашу новую систему навигации, где для каждого юнита посчитали, сколько он нам приносит отложенных пост-вью звонков на 10 тысяч рублей вложенных инвестиций. Под юнитом я здесь понимаю, это может быть как формат, так и месседж, так и таргетинг. Да, таргетинг, например, интерес к авто, интерес к спортивным автомобилям, к зимним видам спорта. Почему бы и нет, на охватных рекламных кампаниях мы пробуем, тестируем все. И сейчас я поделюсь несколькими инсайтами. Первое – это вклад Mazda Motor Rus в звонки дилерам. Из общего объема позвонивших мы посчитали, что 43% видели нашей рекламной кампании. С учетом кросс-платформенного мейчинга этот процент получается еще выше, что, конечно, не может не радовать. Второй вопрос, который нас очень интересовал, это какие онлайн-видеоформаты работают лучше, приносят именно больше звонков, больше бизнес-результаты, а не просто вызывают резонанс, не просто просмотры и лайки в соцсетях. Да, так как видеопродакшн – это такая история недешевая, достаточно трудозатратная, и не всегда есть возможность снять все-все, что мы хотим и тестировать уже в бою. В идеале нам на старте понимать, какой формат лучше всего задрайвит продажи. Один из вариантов – это такое арт-видео, так называемый сюжетный ролик, где у нас есть приглашенные селебрити, а автомобиль мелькает на заднем плане. Либо же мы можем снять техническое видео, где в такой иногда 360-игровой форме, но более серьезной расскажем про ту или иную систему безопасности, проекция на лобовое стекло и так далее. По итогу мы посчитали эффективность различных видеоформатов, и на графике вы можете посмотреть. Да, мы их расположили по двум осям. Вертикальная ось – это резонанс, то есть сколько лайков, комментариев, реакций было, как глубоко люди досматривают ролик, а на горизонтальной оси отложена звонконосность, то есть сколько звонков приносит формат на 10 тысяч рублей вложенных инвестиций рекламных. Объем бабла у нас отвечает за объем размещений, и ожидаемые сюжетные ролики самые резонансные, а тактические ролики, короткие кредитные ролики, где у нас есть четкие call-to-action, они самые звонконосные. Мы для себя нашли оптимальное решение в 15-секундных продуктовых роликах, каждый из которых посвящен конкретной фиче автомобиля. Аналогичный вопрос. Мы задавали для оценки эффективности наших баннеров, какой баннер работает лучше, как на слайде, на примере слева, это интерактивный баннер с игровой механикой, где ты можешь ползунком в игровой форме посмотреть, как работает, например, система мониторинга мертвых зон. Или же более простой по механике баннер, такой линейный, с четким предложением, с ограниченным сроком. Также на графике приведен рейтинг наших баннеров. Здесь у нас снова в лидерах баннеры линейные финансовые, где у нас есть какое-то четкое ограниченное предложение. И на десерт у нас соцдем. Мужчины оказались на 47% отзывчивее женщин. Это значит, что почти в полтора раза больше звонков приносят на те же самые средства. Если же мы добавим возрастной срез, то становится видно, что с возрастом эффективность размещения падает. То есть для когорты 35+, количество звонков в разы меньше, чем для когорты 25-34. Особенно неэффективны у нас женщины 35+, они в два раза дороже обходятся, чем даже мужчины 35+. Мы для себя сделали вывод, что нет, ни в коем случае мы не отключаем женщин, а будем работать над персонализацией для того, чтобы улучшить этот показатель. И сейчас у нас в работе модель атрибуции, которая позволит не просто связывать факт просмотра рекламы с фактом звонка, но также оценить именно процентный вклад каждого рекламного канала. Потому что если продолжать смотреть по модели Last Click атрибуции в Google Analytics, то окажется, что самыми эффективными каналами у нас являются дилерские контексты, дилерские карты, например. Но если оставить только эти рекламные каналы, то очень быстро у нас окончится емкость, которая, соответственно, звонит. То есть эти рекламные каналы являются таким условным нападающим в футбольной сборной. И будь они даже Неймаром, если мы не будем отдавать пас, если мы не будем прогревать нашу аудиторию, то очень и скоро перестанем забивать голы. А наша цель все-таки выстроить такую сбалансированную сборную, которая будет поставлять как можно больше звонков и давать долгосрочный результат в плане продаж. Коллеги, на этом у меня все. Спасибо большое за внимание. Буду рада ответить на вопросы. Да, Олег. О, мне звук включили, я здесь. Так, ну прекрасно вообще. Слушайте, у нас разбавила мужскую компанию. Спасибо большое. Так, что у нас с вопросами? А с вопросами как-то у нас не нет. В WhatsApp и в группе вопросы. В группе. Как вы посчитали количество звонков после просмотра видео? Да, ну как я рассказывала, то есть вот эта интеграция, которую мы сделали между DoubleClick Campaign Manager и системой ColdTouch, она отправляет события просмотра. То есть когда у нас случилось, мы разметили наши рекламные кампании видео гугловским пикселем, DoubleClick Campaign Manager. И когда человек, посмотревший видео, переходит на сайт дилера и совершает звонок, там тоже стоит так называемый floodlight, да, код, который позволяет как раз связать тот факт, что был просмотр рекламы и привязать его к звонку. Таким образом мы посчитали по итогу, да, сколько у нас было таких связанных событий. Это достаточно новая технология, то есть она опробировалась как раз на нас, как на представительстве. Для нас это были впервые, мы смогли посчитать эти цифры, было очень интересно, но в дальнейшем мы бы еще хотели посчитать и относительный вклад этого рекламного канала, да, то есть не просто общее количество, а как по этому вкладу у нас в видеоформат. А вот тут еще вопрос есть по возрасту, как-то оценивали, какая возрастная категория активнее пользуется? Да, у нас по возрасту получилось, что 25-34 категория более активная в плане звонков, но здесь мы исследуем дополнительные возможности персонализации, потому что вполне возможно, что у нас изначально креативы так построены, что на нее лучше реагирует, да, и путь на сайте. Как раз это возрастная группа, то есть здесь мы еще будем работать. Но пока что 25-34 у нас самая такая активно звонящая аудитория. Почему закрыли направление МПС? К сожалению, да, не ко мне вопрос. Есть у меня коллега Роман, который, думаю, с удовольствием поделится. Мы передадим Роману и попросим записать короткое видео, короткий видеоответ. Да, обязательно, обязательно, думаю, с большим удовольствием. Так, анализировали только звонки, заполнение форм обратной связи, смотрели? Да, смотрите, мы сначала как раз начали с того, что анализировали формы, но проблема в том, что формы заполняют гораздо меньше, чем звонят. И мы для этого и подключили колл-трейтинг, для нас это была более сложная интеграция, потому что он позволяет дать гораздо больше объем в плане анализики. Но у нас пока осталось белое пятно, это самоходы, это те, кто приезжают в дилерский центр без звонка. И для этого сейчас две механики у нас в процессе тестирования. Так что если там будет положительный результат, я думаю, через тройку месяцев поделюсь. Дилерам статистика доступна? Да, да, мы сейчас как раз разрабатываем дашборд для того, чтобы поделиться с дилерами результатами, потому что, естественно, они нам оказали большое содействие с этой системой, и с удовольствием будем делиться, я думаю, на постоянной основе, разработав такой реал-тайм дашборд. Так, дилеры пересмотрели объемы рекламы, какова ситуация с дефицитом автомобилей, и что будет с брендом в 2021 году, какие новые инструменты? Да, если бы мы знали, что будет с брендом, этот год настолько непредсказуемый. Я, наверное, не буду сейчас играть в банку, говорить, что будет. Окей, хорошо, а вот уточняю еще вопрос, а реально покупает какая возрастная группа? Очень зависит от модели, у нас была трешка, которая сейчас уже ушла, там прям был молодняк, есть CX-9, который изначально рассчитан на мужчин постарше, но в среднем могу сказать, что это 30-40 лет, то есть такой возраст посерединке. Спасибо тебе большое, и спасибо за теплые слова. Кстати, очень надеюсь, что Йорк все-таки согласится записать разговор первых. Да, мы тоже очень ждем и молимся, чтобы он согласился, потому что нам самим интересно внутри команды было бы послушать ваш разговор. Ну, так надо просто ему с вашей стороны еще эту мысль подкинуть. А попробуем. Еще раз спасибо большое, в общем, ждем на наших мероприятиях мега позитивные. Спасибо, 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 в общем. Спасибо, коллеги, всем хорошего вечера. Счастливо. Так, ну а мы продолжаем, и у нас Овчинникова Юлия. Юлия, ты на связи? Да, Олег, привет. Привет, привет, слушай, я тебя безумно рад слышать, сейчас увижу. Спасибо тебе огромное, что согласилась выступить. Вечер, тяжело уже, но тем не менее, очень рассчитываю на такую бойкую твою презентацию. Я вот и стараться. Спасибо. Ну, давай, все, тебе слово. Подскажите, пожалуйста, видно мою презентацию? Я ее вывела на экран. Презентацию видно, но что-то там не так, сейчас скажу. А, презентация просто, получается, занимает небольшую часть экрана. Это так должно быть? Нет, сейчас попробую по-другому, минуточку. Подскажи, как сейчас? Ну, давай пойдем по презентации, мне кажется, нормально просто. Женю что-то смущает, но мне кажется, что он зря смущается. Окей, я тогда начинаю. У меня сегодня актуальная жизненная тема для всех маркетологов – это управление воронкой продаж. Я хочу пройтись прям по базовому необходимому уровню, который должно быть в управлении воронкой продаж у маркетолога. Прокомментирую по каждому слайду, почему я так считаю и почему это действительно важно. И первый вопрос, который очень часто возникает, все-таки управление воронкой продаж. Это чья задача, РОПа либо маркетолога? Тут у меня абсолютно однозначное мнение, что это, и мнение, и опыт, что это совместная работа двух руководителей – маркетолога и руководителя отдела продаж. Очень много нюансов, которые видим мы, как маркетологи, не видят руководителя отдела продаж. Очень много вещей, на которые мы можем влиять, но не влияем в силу того, что у нас отсутствует коммуникация. Поэтому, конечно же, для эффективной воронки продаж первое и самое необходимое – надо выстроить коммуникацию РОПа и маркетолога между собой. Какие важнейшие вехи в управлении воронки продаж для маркетолога присутствуют? Это, конечно же, управление воронкой по каналам. Если мы не понимаем, сколько нам стоит контракт выдача из каждого канала и не управляем этим, то мы зачастую можем столкнуться с такими ситуациями, как я привела пример на слайде, когда цена контракта из какого-то канала настолько велика, что этот контракт, в принципе, бизнесу быть не нужен. Поэтому это как маст управления по каналам. Вторая, наиважнейшая, конечно же, часть управления воронкой продаж – это управление по компаниям, по рекламным. Мы очень много говорим в последнее время о сложных моделях атрибуции. Понятно, что можно уйти гораздо глубже и, в принципе, управлять не только по компаниям, но и по куче другим параметрам и KPI. Но это более глубокий уровень. Я рассказываю про верхний, необходимый. Конечно же, рекламные компании все имеют разные конверсии. Тоже, как я привожу на примере, низкоконверсионные рекламные компании необходимо всегда отключать и перелокировать деньги на более высококонверсионные. Третий этап управления воронкой продаж для маркетолога – это управление по дням недели. Тоже тут привела пример, как это может быть и почему необходимо отслеживать по дням недели. Потому что в зависимости от региона, в зависимости от менталитета, в зависимости от текущей ситуации с точки зрения праздничных историй ТТП, конверсия в каждый день очень сильно отличается. Бывают дни с очень низкой конверсией, как, к примеру, пятница-суббота. Игнаться за трафиком в эти дни, всеми силами вливать денег больше и больше, лишь бы было больше звонков, нет смысла, потому что это просто потраченные деньги. А любой маркетолог, он прежде всего отвечает не за трафик, а за эффективность маркетинговых инвестиций, которые он производит на дилерском центре. Тоже вот пример управления воронкой по дням недели, уже более глубоко не общий по рабочим листам, а, например, по трафику с контекста. Тоже и в контексте есть такие закономерности, когда в какие-то дни конверсия падает. Вот, например, здесь пятница-суббота. И тут тоже такая же история, не стоит гнаться, потому что контрактов не будет, будут только потраченные деньги. Воронка по продавцам. Следующий уровень воронки, который уже прям совсем идет на грани коммуникации РОПа и маркетолога, но мы не можем избежать управления воронкой по продавцам, потому что, опять же, наши маркетинговые инвестиции и эффективность их зависит от наших продавцов. Конечно же, нам необходимо понимать, как отрабатывает наш трафик каждый продавец в нашем отделе продаж. Нам необходимо управлять этим трафиком в зависимости от эффективности продавца, потому что подарить кучу звонков за большие деньги, которые мы привели в компанию, продавцу, который не умеет с ними работать, это неэффективно, неправильно и так быть не должно. При этом управлять воронкой по продавцам у нас и маркетологов должна быть, конечно же, до контракта. В идеальной картине мира она должна быть до маржинальности со сделки и помодельно. Это то, без чего невозможно управление. Соответственно, следующая история, которую также необходимо нам управлять, необходимо туда смотреть и анализировать, это, конечно же, расторжение. Расторжение ровно так же, это та же самая воронка продаж, и если какой-то из источников нам дает большую часть расторжения, тоже на примере я привела, как это бывает, 61% расторжения. Это говорит о том, что либо трафик с этого канала очень низкоконверсионный, либо что-то не так с отработкой продавцом. Поэтому это также тот необходимый этап воронки, который всегда должен быть у нас под контролем. Следующая история такая тоже очень интересная, очень редко на нее смотрят маркетологи, но если на нее не смотреть, к сожалению, тоже мы особо к эффективности не придем. Это количество необходимого персонала. У нас это тоже воронка продаж. И когда мы планируем, например, как у меня на примере, выдать 250 автомобилей в месяц, понимаем, что для этого расчетным путем полученным нам необходимо привести 300 единиц трафика, и анализируя продажи на продавцов, вообще ресурсность наших продавцов, просто возникает порой печальная картина, как вот здесь приведено, что нам для того, чтобы продать 250 автомобилей, необходимо 33 продавца в штате, а у нас на текущий момент времени их 17. И здесь сразу случится самое обидное для всех, что мы не продадим 250 автомобилей, и мы зря потратим деньги на привлеченный трафик. Это тоже очень-очень важный вообще элемент, который необходимо маркетологу, которым управлять. Помимо достаточности персонала, есть следующий этап воронки, без которого также невозможно эффективное управление маркетингом. Помимо того, что у нас есть люди, которые работают с нашим трафиком, у нас у этих людей есть ресурс. Ресурс заключается в количестве времени в день, который они могут потратить на работу с клиентом. И если у нас, предположим, даже там в зале 17 продавцов, но когда мы считаем трафик и видим, что один продавец для того, чтобы выполнить свой план продаж, должен как минимум пообщаться с 8 пешеходами, зашедшими к нам в дилерский центр, и при этом у него еще звонит телефон, и минимум в день он должен принять 9 звонков, это уже приведет к тому, что ресурсности человека будет недостаточно для обработки такого трафика, и трафик начнет теряться, не будут успевать принимать звонки. В связи с этим возникает следующая проблема, которая также должна быть у нас постоянно под пристальным вниманием. Если у нас контрактование с перезвонков, предположим, 7,1% страйк, а контрактование с перезвонов 4,6%, то в целом, с учетом объема, который привело ранее 250 автомобилей, на разнице в этих страйках можно потерять до 190 контрактов, не выдачи, а именно контрактов. Это крайне важно, маркетолог должен понимать, видеть, анализировать, и никогда не давать трафика отделу продаж больше, чем он реально способен переварить. Это не приведет к эффективности. Соответственно, золотые правила, которые бы я вывела для каждого маркетолога, для его ежедневной работы. Конечно же, если доля потерянного трафика больше 10%, его необходимо снижать. Трафик, конечно же, всегда планировать воронки помодельно. Корректировать наши коммуникации надо в моменте, в зависимости от конверсии, в контракт по каждой модели. Анализировать отработку трафика каждым продавцом. Регулировать распределение звонков и интернет-заявок на тех продавцов, которые умеют отрабатывать трафик. Конечно же, снижать долю расторжений. Отключать неэффективные каналы. Как у меня было на примере в пятницу и в субботу, когда спад трафика, это может быть любой другой день, это необходимо анализировать. А может быть, его в принципе не быть, но, скорее всего, есть. Когда трафика мало, и он становится очень дорогой, не гнаться за ним. Отключать любые каналы с конверсией ниже 2%. Это либо отдельные каналы, либо отдельные рекламные кампании. И всегда надо перелокировать бюджет на тот канал, у которого конверсия выше. Желательно выше 6%. У меня все. Спасибо за внимание. Меня включите. Я тут заговорился. Вне студии. Юль, спасибо тебе большое. Вопросы у нас... Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим вопросы. А вопросов чего-то нет. Видимо, я рассказала все предельно понятно, как убрать вопрос. Нет, очень структурировано. Очень структурировано, очень понятно. Поэтому спасибо тебе огромное. В общем, ты, как всегда, супер. Спасибо. Тебе удачи на новом месте работы. Спасибо большое. Перебралась на юг. Вот я тоже на юг хочу. Welcome. Да? Надо будет позвонить, поговорить акционеру вашему. Ну, мы продолжаем. У нас последнее выступление на сегодня. Крайнее выступление. Говорят, нельзя говорить последнее. Хотя они не суеверные, поэтому ничего страшного. У нас будет два замечательных человека. Дмитрий Савченко и Кирилл Новиков. Которые будут совместно рассказывать про новый продукт. Дима. Дима. А где у нас Дима и Кирилл? Олег, я здесь. Так, Кирилл, Кирилл слышу, но не вижу. Я сейчас проявляюсь. Виден ли этот офис? Слушай, ну у меня, я смотрю на ютюбе, а на ютюбе задержка идет. Поэтому, а смотреть одновременно и в зуме, и на ютюбе очень тяжело. Хорошо, хорошо. Видно, Кирилл? Все видно. Так, Женя, мне машет, что тебя видно. А где у нас Савченко? Он здесь. У нас последовательно с ним. Сначала я, потом передам ему слово. Собственно, я начинаю. Я сегодня в виде такой голограммы в виртуальном офисе. Мы работаем удаленно. Кодекс автовых уже полгода, как все началось. Мы не возвращались, пока не планируем. Но сегодня вообще такой доклад, напичканный технологиями. И он про технологии, и про то, как он меняет наши жизни, наши привычки. Ну, в общем, много слов. Пожалуй, начну. Ну, давай, начинай. А когда Дима подключится, я с ним поторгуюсь. Он у меня хочет бэушные шины купить. Надо с ним в прямом эфире поторговаться. Окей, окей. Все, давай тебе слово. Да, спасибо, спасибо, Олег. Начнем с того. Сейчас, одну секундочку. Мне нужно себя вот так вот уменьшить, чтобы я не мешал обзору. И начнем с того, как мы сегодня привыкли покупать. Все чаще и чаще мы это делаем в интернете. Это удобно. Мы можем, не выходя из дома, положить все нужные товары в корзину и получить их уже буквально на следующий день домой. Или сходить в ближайший пункт выдачи и получить свой заказ. При этом все настолько удобно, что реально не нужно нигде никаких слов даже произносить. Максимум это номер своего заказа. Я уверен, что я не один такой. Сейчас во время изоляции такие мои привычки, я думаю, ваши тоже только усилились. Я вообще практически перестал ходить в магазин, хотя у меня их здесь два, прямо в доме, в котором я живу. И это распространяется на все новые области. На самом деле, поскольку мы е-коммерсом занимаемся давно. Я помню, как 10 лет назад все говорили, что вещи не будут так продаваться, ну, в смысле одежда через интернет. И потом пришел Wildberries и разрушил это представление. Теперь это абсолютная норма. Затем говорили, что продукты, ну, уж точно никогда не будут так продаваться, это какой-то бред. И затем приходит тут Канос, а след за ним сейчас и Озон. И также продают и одежду, и любую канцелярку, и так далее, так далее, так далее. И все это онлайн. Ну, что же, у нас на очереди автомобили, как нам кажется. Ну, это уж точно такой товар, который надо прийти, пощупать и пообщаться с продавцом. Ну, и здесь вот такой вот большой слайдик CarSaver от Walmart. Вот Walmart уже сегодня продает автомобили. И вопрос в том, на самом деле, для автобизнеса, для авторитейла, уважаемых дилеров, на мой взгляд, насколько быстро они включатся в эту гонку. Кто это сделает впервые? Какая-то сторонняя площадка? Или мы сами возьмемся за это дело и начнемся учиться ему сегодня? Потому что вот как выглядит сегодня процесс продажи и процесс покупки автомобиля. У нас действительно на сайтах очень много всяких инструментов. Я как клиент могу положить много товаров в корзину. Это будет в данном случае модель, цвет, комплектация, кредит, страховка, выгоды. Собираю свою корзину, но дальше процесс устроен таким образом, что мне все равно нужно появиться в салоне. А вот там моя корзина, скорее всего, обнулится. Я буду знать максимум модель и комплектацию, и цвет, который я выбрал. И что же происходит дальше в салоне? На этот вопрос ответила американская компания Ростер, провела исследование на полторы тысячи человек и выяснила, что в среднем более трех часов даже в прогрессивных американских дилерских центрах проводит клиент. При этом примерно каждые 20 минут его продавец оставляет один на один с собой, со своим смартфоном. Что же он там делает? Он изучает сайты конкурентов, он ходит в соцсети, где его также догоняет таргетная реклама конкурентов. И в итоге очень вероятно, что конкурент уйдет. И, конечно, это нехорошо для нашей продажи. Клиент же уже у нас в салоне сидит. При этом до половины клиентов сообщают, что в салоне у них повторно запрашивали информацию, которую уже снимали с них по телефону или на сайте. И это опять-таки потеря времени. Что же дальше? Я провел три часа в салоне, намучился, получил заветное КП. Дальше, возвращаясь домой, решение я не принял. Надо подумать, надо обсудить жену, еще раз взвесить свои возможности. У меня начинают возникать всякие вопросы. От скидки до изменения параметров кредита. Сегодня я их могу решить только через продавца-консультанта. Мне приходится звонить или консультант мне звонит, если он достаточно проактивный. Но сам он также не решает большинство из этих вопросов сам. То есть ему нужно ходить, советоваться с РОПом по поводу скидки, с оценщиком, с кредитно-страховым менеджером и так далее. И до половины своего времени сегодня продавец в стрессе большой еще тратит на сбор этой информации и ее коммуникацию покупателю. Покупатель, конечно, тоже недоволен, потому что он совершенно не понимает, что там происходит на том конце, почему так долго. И вообще всю информацию, которую он по телефону получает, нужно на листочек бумаги переписывать. В голове ее не удержишь. И мы подумали, а что если всю эту неразбериху мы возьмем и упорядочим? Что если весь обмен информации мы будем собирать, весь этот объем информации в некой цифровой форме? То есть любые сообщения, любые условия, которыми покупатель, продавец, другие участники сделки обменялись, все время будут сохраняться. Очень важно, чтобы она была цифровая, потому что она будет тогда доступна из любого места всем участникам одновременно и на любом устройстве, что немаловажно. Именно это мы и сделали. Мы сделали такую платформу, в которой, в принципе, любая точка, в которой касается клиент, сохраняет информацию в едином месте. Другие участники процесса получают ее и работают с ней в привычных для себя средах. Все это посредством интеграции обратно возвращается в цифровую карточку сделка. Моментально видится изменение покупатель, продавец. И проактивно продавец реагирует на все изменения, которые покупатель туда вносит. То есть впервые у покупателя есть возможность уже после того, как он оставил, скажем так, заявку, что-то в ней поменять. И у продавца взаимодействовать именно с этой заявкой, возвращать его туда. Но много разговоров. Давайте, скажем, покажите товар лицом. На самом деле, все мне говорили, не надо проводить живое демо во время выступлений, но я попробую это сделать, поскольку мы сегодня про технологии. Итак, вот я как клиент зашел, хочу купить трешку BMW. Нажимаю кнопочку, появляется виджет. Это может быть на абсолютно любой витрине, не обязательно сделано на любой вашей витрине. Начинаем с трейдына. Я хочу поменять, ну, допустим, свой C-класс. Седанчик вот такой, 2015 года, белого цвета. Я первый владелец, конечно же. Город у меня Москва. Пробег, ну, допустим, 100 тысяч я за 5 лет наездил. Оцениваю. Оценка проводится по базе Автору, также на очереди подключения MaxPoster, 7Expert. Я применяю сразу цена моей от предварительной оценки, применилась к сделке, а также к выгоду, которую дилер мне дает за этот трейдын. Поехали дальше. Кредит. Здесь сразу применилась оценка моего трейдына как первоначальный взнос. Я хочу поменьше остаточный платеж, 4 года. Эта программа меня устраивает. Выбираю все, сохраняем условия. Могу не выводить имя, это не требуется, достаточно телефона. Сохраняю условия. И теперь могу перейти к этой сделке. Я также получу через несколько секунд буквально ссылку на телефон, в смс-сообщении и всегда смогу вернуться. Вот она. Также туда я буду получать все уведомления, которые происходят с этой сделкой. У меня их здесь много, поскольку я часто тестирую. В любой момент могу что-то здесь поменять, и продавец получит уведомления. Но, что важно, буквально на этой неделе мы накатили релиз, который реализует новую возможность. Теперь можно в смарт-контракт попасть не только через витрину, а вообще, в принципе, через любой калькулятор и любую форму на нашем сайте. Ну, например, на вашем сайте. Например, это трейд-ин. Вот трейд-ин-калькулятор. Здесь, вот я обновляю страницу, здесь видите все те же самые условия, тот же самый автомобиль, который я только что оценивал. То есть, эта штука синхронизируется. Делаю оценочку. Вот она подтянулась. Я выбираю автомобиль, на который хочу поменять, ну, например, на двушку. Мои персональные данные здесь, их помнит Google Chrome. И все, бац, у меня опять создался смарт-контракт. И это новый смарт-контракт. Теперь поехали дальше. Что же делает менеджер со своей стороны? Вот, кстати говоря, мне ссылка тоже пришла, видите? Это интерфейс менеджера. Я не буду глубоко погружаться в детали. Можно погрузиться, если посмотреть на канале автомаркетолог записи эксперимента про смарт-контракт. Там все подробно мы рассказываем. Очень много всякой аналитики, разных настроек, много-много всего. Я сейчас покажу только часть работы со смарт-контрактом. Вот мои два смарт-контракта, которые только что создал мне клиент. Менеджер здесь назначается, но здесь так настроено, что он случайным образом назначается. Это менеджер нашего дилерского центра, наши сотрудники. Возьму первый из них. Я как менеджер могу, собственно, я вижу все условия, которые выбрал клиент. Я могу подтвердить оценку, например. Это может быть, кстати говоря, задано только для роли трейдин-менеджера. Все, это одобрено. Финансирование. Точно так же я могу одобрить кредитную программу, я могу добавить дополнительные выгоды. Кстати, здесь чатик есть. Чатик от два чата, и Дима об этом расскажет попозже. Здесь клиент может написать мне как менеджеру вопросы. Также я как менеджер, видя, что клиент зашел в сделку, я получу об этом уведомление и проактивно могу с ним связаться при помощи чата и помочь ему. То есть вступить в процесс переговоров еще до того, как клиент принял какое-то окончательное решение. То есть получается, что это такой живой лид, с ним взаимодействуешь в прямом эфире. Итак, я подтвердил все условия. Возвращаемся к интерфейсу клиента. Вот мой смарт-контракт. Я вижу, все условия одобрены. Трейдин, финансирование. Это ровно то, о чем мы договаривались с менеджером в чате, по телефону, в салоне. Не важно. Но это именно то, что я просил, именно то, что мне предлагали. Теперь я в этом уверен и ничто не мешает мне внести предоплату. Я ввожу свое имя. Это требуется для эквайринга, да и для того, чтобы договор начать оформлять. И также есть модули подгрузки документов. О них я не буду рассказывать подробно. Есть модули подгрузки фотографий трейдин автомобиля для более точной оценки. Также не буду углубляться. Вот мы перешли на онлайн-оплату, после которой автомобиль будет забронирован. На самом деле я начал процесс оплаты и уже сейчас я перезагружаю страницу. Все, другой клиент не сможет забронировать этот автомобиль, поскольку он будет заблокирован для витрины. Я его немножко здесь потерял. Не суть важного. И, кстати, это не требует никакой глубокой интеграции с вашим сайтом, с вашей витриной, никакой переделки. То есть это все работает на уровне смарт-контракта. Итак, поехали дальше. Вроде бы получилось. Я надеюсь, меня все еще слышно. И да, вот мои запасные слайды. Я на всякий случай наделал скриншотов. Внутри много всяких инструментов. Вот здесь очень много всяких видео о том, как они работают. Кирилл, слушай, у нас по времени ты давай как-то ускоряйся. А то ты модно появился в виде Каспера, а отговоришь очень долго. У меня осталось 30 секунд. В общем, помимо всяких настроек, помимо того, что можно настроить разные роли внутри, предельные сроки реакции, следить за процессом. Что интересно, есть также оффлайн формат. Как это можно использовать в оффлайне? Поскольку штука работает без всяких приложений, ее можно использовать, например, на вот таком вот киоске. И с клиентом работать над сделкой, которую он начал дома, прямо в салоне. Он приходит, чекинится, и вы с ним вместе продолжаете работать. Можно работать с клиентом у капота, с планшетом или с телефоном менеджера. И вообще неважно, сидите вы рядом, начали вы сделку вместе в салоне, потом разошлись. Абсолютно неважно, потому что вы продолжаете всегда работать в одном и том же интерфейсе, в одной и той же среде. Теперь о результатах. Та же самая компания Roadster посчитала по опросу дилеров уже теперь, что большинство из них говорят, что на 60%, до 60% больше при использовании таких инструментов выдается автомобилем одним менеджером с салона. И это, на мой взгляд, очень-очень круто. Есть небезызвестный Honda Paragon, дилерский центр, который часто упоминается с Сашей Солнцевым, кстати говоря, который более тысячи автомобилей с одной крышки выдает, используя как раз такую систему, платформу Roadster. Вот так вот выглядит их отдел продаж. И я считаю, что вот так вот должны выглядеть отделы продаж ваши в самое ближайшее время. Подключить очень легко. Я уже много об этом говорил. Останавливаться не буду. Здесь вот есть промокодик. Переходите специально для участников дилера. По три месяца бесплатного триала. И самое главное, самое важное, что даже американские дилеры отмечают, что инструмент не решает все проблемы. Большая часть задачи лежит на процессах. Но мы подумали об этом. И сейчас я передаю слово Диме. Похоже, мы придумали, как вам помочь с процессом продажи, а не только инструментом. Дима. Да-да, привет-привет. Всем разрешите мне включить видео, друзья. Дим, привет. Всем привет. Кирилл, спасибо тебе за 15-минутное интро. Может, даже чуть больше. У меня, конечно же, есть тебе вопрос. Если у нас на доклад было всего 15 минут, а ты выступал 15 минут. Что если... Ну, теперь, соответственно, Кирилл тебе должен. Я на разогреве был Дим. Хороший разогрев. Разорви их. Хорошо, коллеги. Мы сегодня тут технологичную презентацию делаем, поэтому сейчас... Ну, Кирилл рассказал про технологии. Кирилл, честно скажу, не ругай меня строго, очень сложно. Очень сильно сложно. Но мы с этим вместе будем разбираться. И с клиентами кодекса в том числе. Так что я включаю презентажку. Тема презентации сегодня уже анонсировали. И давайте немножко о простом. Вот Кирилл рассказал, что есть инструменты. Причем инструменты в какой-то мере используются дилерами. Причем это какое-то большое количество автодилеров. И мы прекрасно понимаем, что у наших пользователей, у наших клиентов, у лидов, квалифицированных лидов, у всех, кто там работает в смарт-контракте, конечно, могут быть вопросы. И, конечно, их нужно подталкивать к каким-то действиям сделки. Соответственно, вот кто эти люди, кто должен это делать. И с первого взгляда, ну, всем, наверное, покажется, что отдел продаж, но как показывает практика, как показывает мой опыт, к сожалению, отдел продаж не может оперативно все это обрабатывать, не может оперативно отвечать на эти чатики, потому что они заняты своей основной работой и выдачей автомобилей. Соответственно, у нас остается практически один путь, но на самом деле два пути. Второй путь, это даже три пути, которые сегодня мы уже слышали в докладах коллег. Это специальный выделенный отдел, который занимается обработкой онлайн-трафика, онлайн-сделками, который сопровождает клиентов до их визита в дилерский центр. Это очень классно, но есть не у всех и требует какого-то большого инфраструктуры, фото и так далее. Ну и третий путь, это, конечно, то, что есть у всех нас, это колл-центр и контакт-центр. И поэтому мы можем задать все два вопроса. Если сегодня мы не работаем с чатами, с заявками, имейлами, вот этим всем, что приходит к нам текстом, тогда, ну, тут, короче, нет у меня правильного комментария. Но если мы уже с этим работаем, то проще всего смарт-контракт встроить в этот процесс. Ну, типа, есть процесс обработки заявки. Смарт-контракт в каком-то виде – это тоже заявка, просто очень сильно квалифицированная. Соответственно, мы прикинули примерно с Кириллом, что мы можем сделать, какую полезность добавить к смарт-контракту, чтобы пользователю было удобно. И сегодня вот весь доклад, просто эти мои две минуты, будет просто проудобно. Соответственно, первое удобное – это Very Big Data. Соответственно, в приложении оператора в правой части, неважно, кто оператор, там может быть продавец, там может быть контакт-центр, но мы сегодня фокусируемся на контакт-центре. Когда получает сообщение от пользователя сайта, оператору не нужно ничего спрашивать. В правой части экрана видно все. Откуда он пришел, по какому смарт-контракту, в каком стадии его кредит, в какой стадии его трейдинг. Это все видно уже на этапе интерфейса оператора, и причем неважно, сколько смарт-контрактов одновременно обрабатывает оператор. Соответственно, кто обладает знаниями, тот сын и побеждает. Это очень правильно, потому что если сегодня вы просто получите сообщение с вашего сайта, то, конечно, мы начнем задавать вопросы. А как раз интерфейс смарт-контракта, смартов так называемых, он сделан, чтобы пользовательский путь упростить и не усложнить. Далее, то, что касается информации, которую мы видим, я примерно рассказал. Не буду углубляться, нет времени, да и не будем о сложном. Там есть все данные о смарт-контракте, о сделке и о этапе нахождения пользователя. И более того, мы передаем еще ссылки, по которым оператор может моментально перейти в смарт-контракт и сразу находиться в одном окне с пользователем, с покупателем, который вот-вот оставит предоплату. И на этом не все. Сегодня у нас ко-маркетинг с кодексом, ко-пайлот в сервисе, из которого я веду трансляцию, и, конечно, у нас есть ко-браузеринг. Если вдруг пользователь совсем-совсем-совсем ему тяжело с этим разобраться, то одной кнопкой оператор переключается в режим ко-браузеринга и может даже перехватить мышку пользователя и помочь ему завершить сделку. Подтолкнуть, обсудить, посмотреть его глазами. Иногда это очень важно, и вы мне скажете, что, Дим, операторы контакт-центров, колл-центров, они неквалифицированные специалисты в области онлайн-продаж автомобилей. Соответственно, как же они это будут делать? И здесь я вам очень уверенно отвечу на этот вопрос. Им не нужно больше знать наличие автомобилей, им не нужно больше знать о кредитных сделках и вот этом всем. И вот эта вся специфика, она вся завернута в продукт Кирилла, то бишь смарт-контракт в кодексе, а оператору нужно помогать. Так вот, на обучение помогать мы тратим совсем немного времени. Я вас уверяю, что ваши сотрудники контакт-центров, то есть они сегодня работают с чатами, для них не будет никаких новостей, а им станет даже проще, потому что все то, что они сегодня где-то достают, в каких-то базах знаний, Excel-таблицах, переходу в систему управления склада и так далее, чего мы только не видим, это все завернуто в сервис, удобный сервис, и больше не нужно отвечать на эти вопросы, а просто помогать пользователю покупать автомобили в онлайне. И, ну или покупать, наверное, громко сказал, помогать пользователю самоквалифицироваться. Наверное, сегодня это так работает. И, конечно, есть еще триггерная история, это всякие крючки, зацепки, вот это все, что появляется поп-ап. Я здесь не сам поп-ап решил привести в пример на этом совсем небольшого размера слайде. Не будем ковыряться. В нашем интерфейсе, в настройках есть около 50 критериев, по которым мы можем отлавливать пользователя, когда он хочет уйти с сайта, вплоть до движения мышки по определенным элементам на сайте, или когда мы хотим, наоборот, первыми начать с ним диалог, чтобы поскорее-поскорее притянуть его в смарт-контракт. Соответственно, это все можно, это все работает, это все базовые настройки, которые мы за вас можем сделать. И последнее, что хотелось бы сказать, чтобы прям совсем сократить. Если вдруг вы сомневаетесь, что вы можете сами настроить этот процесс быстро, или, например, вы сомневаетесь в эффективность смартов, потому что это очень сложно, то у меня есть для вас классное решение. Вы приходите к нам, мы сами сопровождаем ваши смарты, потому что мы уже владеем всей базой знаний, которая нужна, если вы используете сервис кодекса, и вы замеряете эффективность и далее переносите это в свой любимый контакт-центр или отдел продаж с нашей помощью, или остаетесь на нашем сервисе, и мы так и будем квалифицировать ваши льды и отдавать вам готовые льды, сделки, или до той глубины, которую позволяет ваша инфраструктура. В общем, у меня все. Спасибо за внимание и мои три минутки. Включайте Олега. Да, Дим, спасибо тебе большое. Ты сэкономил кучу времени. Поэтому я могу с тобой поторговаться по поводу зимних шин. Так, Олег, ты лучше расскажи, знаешь, насчет зимних шин мы не будем, а то сейчас кто-то перекупит, перекупит твои практически новые колеса от Ауди, у меня другой вопрос. Ты мне знаешь, что расскажи, помнишь, мы у тебя дома собрались, ты же не сказал зачем, мы, значит, собрались в 8 IT-компании. Я уже сегодня анонсировал. Если Олег Масеев сказал, что он готов проинвестировать в самый успешный стартап в авторитейле, который будет в 2021 году, мы в 8-компании нашли технологическое решение. Прямо каждый из нас внес какую-то технологию туда. И, в общем, этот стартап, у него очень понятная ценность для всех, кто смотрит онлайн-вероприятия. Он будет считать автоматически на всех онлайн-конференциях и, возможно, даже когда это офлайн, сколько раз за конференцию произносят фамилию Сольцев. Такой, нет, и счетчик. Нет, в это инвестировать не хочу. Это пусть Саша инвестирует. Да, да, да. Соответственно, мы с Кириллом смеялись, звучало много раз, но на самом деле хочется отдать какое-то должное Олегу, Саше, ну, в первую очередь Сашу, извини, Олегу. Потому что у нас образовалась крутое комьюнити, у нас появляются классные интеграции, классная синергия. Это не две компании, которые объединились, чтобы сделать интеграцию, чтобы пользоваться не было удобно. Нас много, нас там 8 было у Олега, и мы все понимаем, что мы как-то друг с другом вяжемся. У нас есть интеграция с Хараба, у нас есть интеграция, ну, кого там только нет, и это и маленькие, и большие ребята, и те, кто несет прямую пользу, и те, кто несет косвенную. И очень классно, что сегодня дилер может прийти к нам, и мы там дотянем его до настройки кодекса. И наоборот, или, ну, все сервисы друг с другом классно работают, и за это, конечно, отдельное спасибо Саше, спасибо тебе, Олег, спасибо, что вы нас собираете. Слушай, ну, на этом минуту рекламы закончены. На самом деле, я, как это, коричневая шапочка, могу тебе сказать, что пока еще не идеально коннектятся, но движение прям здорово, потому что если вспомнить, что было там год назад, то совсем все грустно было. А сейчас видно, что... Слушай, я просто обещал, что я один раз за сегодняшний доклад скажу слово «Хараба». А, я понял. Значит, тогда в следующий, во вторник у нас будет выступать Хараба, Хараба будет упоминать тизеры Бачату, я так понимаю. Слушай, ну, спасибо вам большое. Тут есть пару вопросов, сейчас задам. Так, первое, шуточный вопрос. Прилагается ли к этой системе робот-пользователи? На эту тему не думали? Робот-пользователь. Робот-пользователь. Но если робот продает, то робот покупает. Роботы покупают у робота. Да, да, конечно. А там, кстати, рынок гораздо больше. Там не 3,5 тысячи дилеров, а там полтора миллиона покупателей в год. На самом деле, мы сейчас планируем релиз на 23-й год, примерно, когда вовсю поездят беспилотники по нашим дорогам, что роботу надо будет тоже как-то роботизированному таксопарку обновлять с машины. А ты считаешь, что в 23-м году прямо беспилотники поедут в большом количестве? Ну, как-то вот, как-то, как мне так кажется. Ты оптимист вообще, оптимист. Ну, ты знаешь, сейчас, в принципе, ковид многие вещи подстегнул и ускорил. Поэтому, я думаю, да, почему нет. В такси стрёмно, все в масках. Каршеринг тоже не пойми, кто там ездил. Я понял. Так, ещё один вопрос. Это реально можно купить так через смарт-контракт? Когда необходима личная встреча с сотрудниками? Сколько раз? Сколько захотите. Можно купить полностью. То есть мы знаем такие кейсы, когда полная воплата автомобиля, даже очень дорогого BMW, производилась онлайн. Полностью дистанционно. За 7 миллионов я знаю этот кейс. Да, 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 было такое. Здесь вопрос, конечно, доверия, которое вы создадите у клиента посредством бренда, посредством ваших процессов, конечно, посредством прозрачности. Я думаю, чем больше и полнее будет, чем прозрачнее будут сделки, чем полнее будут прозрачно отображаться условия, тем больше мы будем видеть таких кейсов. А с другой стороны, ничего не мешает делать это униканально. То есть начать онлайн, пройти те стадии, воронки, те этапы сделки, которые вы хотите дома. Потом на остальные приехать в салон, если вы хотите или если так требуется. Например, сегодня не все готовы давать оценку трейдина дистанционно, хотя мы в это верим. И американские, например, американские деревья показывают, что это вообще правильно и надо двигаться в эту сторону. Но тем не менее, если сегодня это невозможно, пожалуйста, приглашайте клиента в салон, делайте осмотр. Самое главное зафиксировать эти условия, чтобы они были у него здесь, чтобы он понимал, что его не обманывают. И что он может вернуться с этой штукой домой и всегда посмотреть, что-то изменить, показать родным и так далее. А канал не важен. Канал, в котором вы продаете, доходить в Facebook. Ну, собственно говоря, на этом... А, тут Дима, у тебя спрашивают с Дромом, ты когда там законнектишься? У Дрома спрашивали, когда он бачату подключит, а у тебя спрашивают, когда ты с Дромом. Кажется, что у нас с Дромом, как в киндере, сегодня мы, нам нужно обсудить с ним один на один. Я напишу Антону, правда. Антон обещал ответить, поэтому я прямо отпишусь кому-нибудь на эту тему. Или где-нибудь мы рассылочку сделаем, мы с этим попробуем договоримся. Потому что тема важная. Дром в некоторых регионах имеет доля, так и имеет чаты, соответственно. Почему бы и нет, надо сделать, надо их чаты обработать. Ну, супер. Но я и жду от тебя смонтированное видео с нашей встречи, потому что мы сегодня уже тут рассказали про нее. Будет, будет. Все, спасибо, отмечаем. Все, ребят, спасибо. Спасибо. До новых встреч в оффлайне и в онлайне. Друзья, на этом сегодняшний день заканчивается. Напоминаю, что еще три сессии будет 24 ноября. Кстати, на этой сессии мы поговорим с Алексеем Калицевым про то, как современные тренды в автомобильной промышленности, в автомобильном бизнесе влияют на дилерскую модель. У меня звук, по-моему, исчез. Нет? Потому что я перестал себя слышать. Обычные... Это зум. А. То есть меня слышно все, да? Я извиняюсь, просто тут то я себя слышу в наушнике, то не слышу и не могу понять, есть я или нет. В общем, вот сейчас опять слышу. Спасибо, Женя. Значит, с Алексеем Калицевым поговорим по поводу того, как основные шесть трендов в современном автомобильном бизнесе, автомобильной промышленности повлияют на дилерскую модель. Андрей Каменский выступит неким футурологом и расскажет, что ожидает дилерский маркетинг в 2021 году. И еще будет очень много клевых выступлений. Поэтому не пропустите, нажимайте на колокольчик. Если сегодня зашли без регистрации, то зарегистрируйтесь. Победителей сегодняшнего конкурса мы объявим в начале следующей сессии. Нам нужно посмотреть, кто что писал и есть ли вообще эти победители. Ну, надеюсь, что будут. В общем, всем спасибо. Оставайтесь с нами в различных наших проектах. Надеюсь, что вам было сегодня полезно и интересно. Не скучно. Мы, правда, еще вот тут задумались, может быть, немного сдвинем пораньше будем начинать. Потому что видно, что к вечеру люди, которые подключились на работе, начали отключаться и бежать домой. Поэтому, может быть, начнем немножко раньше. Но об этом, естественно, сообщим всем. Так что не переживайте, не пропустите. По поводу просмотра видео до 12 ночи смотрите без проблем. После 12 ночи, как мы и говорили, контент будет закрыт. Мы объявляли о том, что это будет потом на платной основе. Правда, пока вот тут выступали спикеры, мне поступило несколько предложений от разных компаний, которые написали, что, Олег, давай, слушай, мы тебе заплатим деньги и дилерам откроем этот доступ бесплатный. Потому что очень хочется, чтобы полезная информация была доступна. Не знаю, буду думать, что с этим делать, потому что, на самом деле, речь не про деньги, а речь про ценность. Всем хорошего вечера, отличного настроения, шикарного вина. Ну и классной пятницы и потом сумасшедших выходных. Все, просто Масеев всегда с вами. Субтитры сделал DimaTorzok